Бам-бам, здравствуйте, дорогие... Ох, я шаглох. Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас необычный выпуск Стаса-комментатора, потому что у нас сегодня будет, можно так сказать, наверное, трёхчасовая лекция по экономике, потому что тупого, извините, не тупого Стаса, и как просто в очередную раз слили, он уничтожен, но в этот раз у нас серьёзный человек, это Григорий Баженов, да, этот, ты у меня манья на Баженовых, он как вы этот, кандидат политических наук, экономических наук. Да, кандидат экономических наук, он в МГУ работал, ну, типа, человек серьёзный. То есть в МГУ. И мне поможет Егор Потапенко, собственно, на него мы сегодня всё... Вы слышите, разоблачили ролик про GameStop, Егор был моим соавтором, и, соответственно, я считаю, что надо мне... В ГУЛАГ вдвоём поедем. В ГУЛАГ, да, ну, нет, подожди, это вот либертарианец, у него нет ГУЛАГа. Смотри, он со Световым тусил. Ну, он же его, Светов выгнал его. За что? Ну, там целая история с наркоманами в ЛПР и так далее, я уже не разбирался, не буду. Ну, реально, нет, самое смешное там дальше будет, короче, они со Световым тусиле... Ну, ты уточни ЛПР, большинство моих зрителей сейчас не выкупят. Давай мы это раскроем по мере просмотра видеоролика, потому что помимо попытки разбить мои аргументы, наши с Егором аргументы, будет ещё и большое количество апелляций к моей личности, поэтому, я думаю, в этот момент мы и ставим. Мы же не будем заранее дискредитировать человека, да? Ну и что, что это кандидат экономических наук, который занимается разоблачением экономических воззрений блогеров и никогда не отвечает, например, Олегу Камолову, который вступает за блогеров и разбивает его аргумент в пух и прах, а он игнорирует Камолова, как будто его не существует. Но мы же не будем дискредитировать человека сразу, Егор, дадим ему шанс. Друзья, вы все знаете, что я уже больше пяти лет являюсь клиентом банка Тинькофф. Я настолько люблю этот банк, что у меня там и мой счёт, и пэй, и кредитная карта, которая мне иногда всё-таки пригождается. Я даже являюсь амбассадором банка, потому что у меня есть свои фирменные карты. Но если вы ещё не являетесь клиентом банка Тинькофф, то срочно исправляйте эту ошибку, тем более сейчас у них появилась новая лимитированная коллекция. Три лимитированных дизайна и, как всегда, отличные условия. 3,5% годовых на счёт, 1% с любых покупок по карте, до 15% кэшбэка возвращается вам рублями на выбранные категории товаров, до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. Там, кстати, уже появились билеты на наш майский концерт с презентацией нового альбома, так что я ни на что не намекаю, но будет выгодно. Добавим к этому то, что наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира, а бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона осуществляются вообще в любой банк. Если по какой-то непонятной причине всего вышеперечисленного вам недостаточно, то для вас есть ещё очень крутой бонус. Переходите по ссылке в описании к этому видео прямо сейчас, и вы получите карту, которая даст вам 20% кэшбэк на игры, 15% на Яндекс.Еду и Деливери Клаб и 10% на App Store, Google Play и Spotify. Так что рекомендую, и именно рекомендую. Вы знаете, я такими словами не разбрасываюсь. А теперь возвращаемся к теме видеоролика. Когда мы с вами были маленькими, многие из нас были искренне уверены, что когда мы вырастим и станем большими-пребольшими, то будем всё на свете знать. Проходят годы, и люди, как и всё на свете, начинают делиться на две категории. Те, кто понимает, что всё на свете знать невозможно, и те, кто тоже... Так, тихо. Сразу же. Знаете, это просто очень смешно. Типа, давайте посмотрим список вот этих вот BTS, как здесь написано. Ну, понятно. Типа, твоя личность... А вот просто моя личность. Я на каждом стриме говорю, ребят, я вообще ничего не знаю в жизни, я постоянно пытаюсь разобраться, я миллиарды раз уточняю, я не уверен. Я как бы, когда я уверен в чём-то, я просто излагаю мысли. Когда я не уверен, я сомневаюсь, я говорю, ребят, я сомневаюсь. Меня приписывают. Ну, Вестник Бори здесь заслуженный, я считаю. Михаил Светов здесь заслуженный. Но, типа, любой, кто смотрит мои стримы, знает, что я просто путник, который пытается разобраться в том, как мир устроен. Поэтому это уже манипуляция, я считаю. Не, подожди, подожди. Вот знаешь, тут очень интересно. Во-первых, то, что... Ну, кто эти люди вообще? Окей, здесь вот твоя личность, там, Кац, там, Сёмин, окей. Откуда здесь Света внезапно? Я сказал, а почему тут собаки? Ну, как... Ладно, опять же, Андрею тоже, я не буду ничего поговорить, потому что подумают, что опять я, типа, лично как-то к нему неприязнь какую-то испытываю. Егор, у тебя 2000 подписчиков на Ютубе, 99% моих зрителей. А те, кто знают по поводу личной неприязни, их комментарий никто не увидит. Да ладно, этот, комментарий Рудова на тему того, что мне зубы надо повыбивать, по-моему, ну... У тебя всё равно 2000 подписчиков. Да я не стремлюсь особо. Ну, блядь, надо. Но у него есть канал, который он толком не ведёт, но раз в месяц стрим вы можете посмотреть. Унизил, унизил. Но это правда, я тебе это говорил. Короче, да, я что хотел сказать, типа, ладно, окей, я могу понять, здесь какие люди, но вот эта вот тема, что вот эти люди, которые неправильные, потому что пытаются во всём... которые считают, что они во всём разбираются, да? Подожди, а Светов-то тут как появился? Они же вроде как, ну, вместе там стримы вели, и более того, я зашёл в группу. Вместе обосрались с Кагарычем тогда. Извините, это феноменальный отрывок. Просто вот я, Егор, я на секундочку, я вставлю вот это вот великолепное. Как Григорий Баженов сейчас будет разбирать меня, и на контрасте с этим, как Григорий Баженов реально отвечает? Не предлагает, либертарианцы не предлагают создать общество без насилия. Мы хотим создать общество, в которое интересы жертвы, они всегда находятся в приоритете по отношению к интересам насильника, агрессора. А кто контролирует, а кто решает, кто насильник, а кто агрессор? Для этого есть системы, которые позволяют контролировать эту ситуацию. Ну, либертарианские суды, я могу объяснить, как они работают, это довольно сложно, на рынке они работают. Там идея страховых крыш и так далее. Что вы делаете с теми, кто не подчиняется? Против них обороняется. То есть вы применяете к ним насилие? Нет, ну вы просто обороняете. Хорошо, давайте откажемся от слова. Насилие было мы слово агрессии. Принуждение, признаете? Нет. И я зашел в группу либертарианской партии, там ролики с канала Баженова регулярно постили, а потом типа опа, пропало. После ролика про Китай, кстати, Китай такая тема. Но что такое случилось? Я пошел в их чат внезапно, я принял либертарианство, зашел в чат, начал спрашивать типа, а в чем история. И оказалось, что там был целый скандал, после которого Светов был выписан из людей, которые разбираются в экономике, а Баженов был выписан из либертарианцев. Так, ну к Светову теперь максимальное уважение. А, нет, подожди. Не, к Баженову максимальное уважение. Потому что есть только одна категория людей, которая хуже, чем любители собак и любители детей. Это, соответственно, либертарианцы. Не будем называть их имена. Не будем называть их род деятельности. То есть они, конечно, поссорились, и теперь он из обиды. А вот я его чем задел? Я ему вот что сделал? Я просто этот мир-системник. Слушай, а вот это второй вопрос, который я хотел поднять. Сама постановка вопроса, сколько от видео прошло? Там 18 секунд, ё-моё. И сама постановка вопроса. Вот эти люди, они пытаются, они думают, что они разбираются во всем. Но вот я, я-то вот знаю все как надо, потому что вот я вот, ну, типа вот я тут вот за свою сферу отвечаю. Окей, мы не будем говорить, да? Хотя нет, ладно, как мы овру, блядь, будем. Что этот, что точно так же Баженов и в тему политики регулярно завазит, и в тему всего... Да он же адепт Навального. Да. Слушай, давайте, это мы очень много дискредитируем. Ну ладно, давай послушаем, да, потом будем уже вставлять. Да, погнали. Баженов, у меня для тебя есть восхитительная идея. Ты знаешь, что помимо того, что сколько ты источников собираешь, есть такая штука, можно думать своей головой, да? И когда ты думаешь своей головой, а не просто пересказываешь то, что написано в неважно каком количестве книг, которые написали и придумали за тебя, да, то как бы возможно людям, ну, немножечко интереснее слушать какие-то новые мысли, даже если это новая мысль касательно Яна Топлиса. И шутка про его новость. Не, не, стой, а я сейчас еще бы ставлю. Я его, ой, мое почтение, я посмотрел вообще, не знаю, наверное, все ролики с его канала и все источники, какие он там постил. И что вы думали, знаете, я скажу не менее крамольную мысль, что, понимаете, количество источников, очень важно их качество. И вот, например, ролик про мою ритмную Украину, да? Я открываю, знаешь, ссылка на статью про то, что на Украине развитое демократическое общество. Типа, статья там называю, на английском языке называется «Развитие гражданского общества в России и на Украине». А где-то в Европе всплакнул один Анатолий Шарик. Да, да, и три канала, которые были заблокированы по решению личного президента. Да, да, неизвестного господина Зе. Но, то есть, там все источники такие. Вы знаете, ребят, ну, в чем ценность источников, когда они все примерно на одну тему? Это не источники, это список литературы. Типа, что можно почитать вот в таком духе? Но, блин, вы хотите сказать, что видео сильно вырастут в качестве или еще что-то, если вот под каждым твоим роликом, ну, или там моим, которых нет, еще где-то, появится 100-500 ссылок на, не знаю, это Маркс, Энгельс, там, Мао Цзэдун, Валерстай. Мне вот это тоже нравится. В скобочках. Да, это Медуза, но материал очень хороший. Вот эта работа, ты целую статью в интернете прочитал, пересказал ее. И это такая работа. Я понимаю, откуда у него берется. То есть, я, вот, знаете, мы-то смеяться будем еще, богу-го, сколько, и все такое, но я со всем уважением отношусь к людям, которые все-таки смогли защититься, получить хотя бы кандидатскую степень, там уж тем более, там еще что-то. Ну да, вот Макгрегор не смог, Хабиб, защитить. Но, да, это явно вот следствие вот этой вот темы, что вот надо просто источников напихать, потому что вот без этого не примут мою курсовую дополню еще что-то. Это же классика этого, трэш-смэш, это трэш-смэш, тоже сам в фильме занимается. Да, да, кстати, да. Источники, не показатель качества видео. Нет, он у Яны Топлиса, источники, тоже какие-то материалы из интернета. Просто это великое... Все, посмотрите, я так страдаю, ведь я вот под каждый ролик по 20 там статей из интернета перескажу. А ты дебил, потому что этого не делаешь. Ну, а ты дебил, потому что ты что-то сам пытаешься там додуматься, да, и все, ну, гениально. Источников, каждый из которых надо проверить, прочитать, отделить от шуток. Статья с Медузы сложно проверялась, да? Сухи. Включить в контекст, правильно интерпретировать и т.д. и т.п. Кто-то фиг, гачит в одно лицо то ли 7, то ли 8 каналов и... То ли 7, то ли 8, показал 5. Не-не, я тоже думаю, то есть, ребят, получается, если вы умеете считать до 5, то вы уже доктор наук, если... Вот Баженов, кандидат наук, он не сумел до 5 посчитать. Не, вообще по факту 4. Не, по факту 4 каналов, потому что Макс Пауэр, он давно закрыт, он удалён. Но это работа с источниками моего почтения, как бы. Не, ну, и в этом нет ничего плохого, чтобы это не знать, но ты же этим бахвалишься такой. Братан, у меня 4 канала, и понимаешь ли, в чём дело, когда ты... Ну, они на разную тематику, и понимаешь ли, в чём дело, большинство моего контента, который я делаю, в том числе и эта реакция, она только для того, чтобы побольше поработать перед камерой, потому что я сторонник правила 10 тысяч часов. Отсюда и моя харизма, которая, ну, многие считают меня харизматичным, ты уныло вещаешь в одной тональности, брат, понимаешь, в чём дело, даже если я сейчас буду говорить, как ты, никому не будет интересно. Потому что, ну, ты представь, человек открыл его ролик, он видит вот эти душевные страдания, вот это вот. Ну да, вот у меня 40 тысяч подписчиков, а этот хреначит по 7-8 каналов, хотя по факту, для человека, который опирается на математику, не понять, что 5 это каналов даже, которые ты показал. Брат, работай над харизмой, над подачей материала, над тем, чтобы его интересно рассказать. И знаешь ли, в чём дело? Ты пересказываешь одни и те же вещи из года в год. И, может быть, просто у тебя не растёт аудитория, потому что те, кому это интересно, уже на тебя подписались, а больше никому миллион раз перемусолены мейнстримовые экономические течения, и идея неинтересна, вот эта вот подстава. Sorry, всё у меня в гулаг. Типа, ну, а ты знаешь, сколько Влада А4 смотрит, Иван Гая там и прочее, я не понимаю. во-первых, мы так на опыте выяснили, что для того, чтобы получить степень кандидата экономических наук, достаточно уметь считать до 4, до 5 он посчитать не смог, но, с другой стороны, это показывает, насколько ему на самом деле насрает. То есть это... Нет, подожди, а может быть, он нам задаёт загадку, смотри, здесь 5 каналов, он говорит, то ли 7, то ли 8, тогда вопрос, если здесь 5, а канал то ли 7, то ли 8, чему равен икс. И надо экономическую теорию для этого построить модель. Да. У Фишера, наверное, написано, где-то не будет. Гонят на них контент, обзоры, стримы, распаковки, стримы, реакции, реакции на реакции, срачи с другими блогерами, высказывания, высказывания, ответы, высказывания, ответы на высказывания, производя просто в немыслимых масштабах лапшу, чушь, муть, компот. Можем не сомневаться, нашу ответ, он тоже скажет, опять реакция на мой гениальный ответ. Они даже не изучили источники. Как он посмел? Я все понимаю. Блогеры разные, стратегии продвижения у всех разные, цели, задачи, творческие методы тоже разные. А о каком творчестве вот это вот? Не, ну ладно, творчество это всегда создание чего-то нового. Пересказ источников, это не творчество. Камеру поставить, это тоже творчество. Ну, там есть предел. Мой предел заканчивается, когда я вижу, как люди, которые совсем не разбираются в экономике, городят на аудиторию сотни тысяч человек вещи, на которые даже не знаешь, как реагировать. Да, но при этом Камолова, когда я разобрал, он сделал разоблачение на экономические познания Васи Садонина с канала «Выход есть», ему ответил Олег Камолов, просто в щепке уничтожил, и знаешь, я не знаю, зачем Камолов тебя так щадил, Григорий, потому что ты там настолько безграмотен, он тебя настолько просто уничтожен и смешал с грязью, что я бы это в юмор превратил. Я бы просто, я бы столько там скетчей, прям Камолов говорит, я такой, Олег, ну почему ты не делаешь скетча, потому что это просто, это смешно, это посмешно, типа его надо уничтожать. Но может быть это Штаты, такая аномальная аномалия, а например в ЕС все иначе. Да ничего подобного. По данным Еврокомиссии, целых 99% компаний в ЕС это малый и средний бизнес, при этом 9 из 10 это микропредприятия численностью менее 10 человек. Малый и средний бизнес генерят 56% добавленной стоимости. Вот люблю я такие аргументы. Подумать только, 99% компаний относятся к малому бизнесу. Но уже из следующего предложения мы узнаем, что эти 99% создают лишь 56% ВВП. А это значит, что всего 1% европейских компаний производит 44% добавленной стоимости. И что, Григорий, мы собственно ждем какой-то зарубы, дискуссии, ответа, все молчание. Не, ну он все обещает. Не, ну он когда-то это обещает, да, но тем не менее. Как только с тобой разберется. Да, я же более значим экономической фигурой, чем... Меня же смотрят как экономиста. Ты знаешь, вот люди подписываются такие, ой, он распаковал айфон 12-й, ох, подпишусь, наверное, он еще экономист хороший. Григорий, ты гений, ты просто гений, ты молодец, ты реально очень умен. То ли 5, то ли 8, Григорий, у тебя извилин. То ли смеяться, то ли фейс-палнить от кринжа. Если честно, никто не испытывал особого... От кринжа. ...пиетета перед большинством... Поэтета. Что это, паритет или поэтета? Поэтет это от слова поэзия? Что это? В общем, друзья мои, встречайте. То есть он не понимает, что, во-первых, даже я отставлю в сторону, что это рубрика Стас Комментатор, где я просто докапываюсь по большей части. У меня есть серьезные разборы, есть просто докапывание. Но то, что она произнесла слово пиетет как поэтет, и я это обстебал, что это слово поэзия, это значит, что я тупой, потому что я типа не знаю этого слова. Григорий Баженов, ты великий гений. Ты трансцендентный аллигатор конкурентности кринжа. Вот просто расшифруй это, я бы с удовольствием с тобой пообщался на тему знания слов. Я не знал, что такое пиетет, поэтому знаешь, что я сделаю? Я буду теперь... Я имею право теперь исправлять его ударение, я считаю. Потому что если меня, как я уже не докапываюсь до русского языка достаточно давно, ну раз, значит, я имею право... Ты Стас Васильев, он же Стас Айкак, просто он же Стас Сатори. Человек, который поначалу в основном занимался обзорами гаджетов. Заблокировать флот-генди. Относительно, кстати, неплохо. Верил в святой и непогрешимый рыночек. Потому что какой бы совершенно не была советская архитектура, все бы это потеряли, но я об этом скажу чуть позже. Это, кстати, уже когда я придерживался... ну это монтажеру вопрос, но это реально странно. А монтажер, что там в твиттере разобрал? Да, 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 да. Разделал под нож левого токсика. Братан, ты меня разделал просто, я причем сейчас без сарказма, без иронии говорю. Вот этот вот монтаж, когда ты даже задний фон не можешь заблюрить, не можешь сделать пролет камеры, хотя бы приближение 3D-камеры или что-нибудь такое, этим монтажом ты разделал мое чувство вкуса. Ты унизил меня, я унижен, и мне омерзительно должны это смотреть. Брат, вот, собственно говоря... Ну, главных источников много, я считаю, главными много источников. Кстати, Григорий Баженов трахает бомжей. Он изнасиловал бомжей под описанием к этим роликам около 40 источников, которые это подтверждают. Не надо проверять, насколько стоит им доверять, просто источники, может, самые не очень, но вот именно конкретно эти статьи в этих источниках, они хорошие. Респект, Григорий. Привет, бомжи. Озвучивал книжки Айн Ренд. Потом разоблачал продажных блогеров, а затем и вовсе превратился в правоверного воина коммунизма глаголом и напал... Правоверный воин коммунизма. Правоверный. Я правый коммунист. Вы хотите спросить, какие у меня ценности в жизни? Деньги и дети. Деньги и религия. ...вжигающего всех несогласных с величием КПСС, СССР и преимущества колхозно-плановой экономики над рынком. У каждого видео, да, про преимущества колхозно-плановой экономики. Вот просто каждая. У меня... Слушай, у меня вообще этот... Я считаю, что iPhone 12 колхоз эдишн, я такой хочу изобрести. Это мой любимый, собственно. Не, мне больше всего нравится. Вот эту вот он реакцию сейчас мою вставляет. Я даже знаю, что это за реакция. Это реакция на КАЦа. Я не высмеивал его за непогрешимость в Советский Союз, то, что он там против Совка. Я высмеивал его за доказательную базу, когда он говорит, в Советском Союзе убивали инвалидов, и просто в подтверждение своих слов показывает фото инвалида, ну, которого не просто инвалида, а просто рандомного инвалида. И я как бы обстебал это, но, типа, в чем тут защита Совка и КПСС, я, честно говоря, не понимаю. С этим, блядь, мороженым, сука. Не так давно я... Он просто заебал уже этот аргумент, который миллион раз уже был разобран и распихан. С этим моим патронам и подписчикам услышал в исполнении Стаса просто великий анализ причин советского дефицита. Впал в поистине ликующее состояние духа и решил, надо делать обзор. Одним словом, преисполнился. Преисполнился. Проблема. Вернее, куча проблем. Когда ты пытаешься проанализировать и попытаться хоть как-то структурировать то, что говорит Стас, надо умудриться сделать сразу несколько вещей. Во-первых, не сломать мозг в попытке хотя бы посчитать, сколько у него вообще... Сломать мозг, понимаешь? Человек, не понимаю. Слушай, целых четыре канала. Слушай, один с обзорами техники, второй с обзорами новостей, третий с реакциями на то, что я считаю смешным, и четвертый канал... А, ну, с моими какими-то разборами, на которые я стараюсь, да? Вот это да, целых четыре канала. Человек, слушай, мне страшно представить, что с тобой будет, если ты попытаешься разобраться в деятельности Влада Бумаги, у которого более шести каналов ответвления от его основного канала, да? У него еще этот Глент там и прочее. Да я собирался как-то обзор делать, но забил. Понимаешь, вот этот человек не может четыре целых показывать при этом мой Телеграм-канал. Ну, то ли пять, то ли восемь. Математика, братан, математический анализ. Не, а фраза про то, что надо найти аргументы, с которыми спорить. Так, может, для этого с экономистами надо спорить, которые будут, ну, как-то их структурировать. С Камоловым, например. Да, может, с Камоловым поспоришь, или с Кагарлицким, а он не экономист. Как сложно найти аргументы по экономике, с которыми можно поспорить у человека, который экономикой, ну, только там каким-то покасательным проходит. Какой кошмар, боже! Это удивительно. Какие муки человек принимает? Иисус просто. Слушай, я не знаю, мне кажется, тебе бомжа для ночи найти легче, чем аргументы экономические. Ну, придется поспорить, он несет чушь. Во-вторых, из-за этого универсальная херня. Чуть что сразу, это ты токсик просто, ты как бы не въехал в величие рыночной экономики. И сойти с ума, все это пересматривая. В-третьих, попытаться обнаружить аргументы, с которыми можно полемизировать. Это правда сложно, потому что чем дальше, тем больше Стасу нормальные аргументы заменяют мат, оскорбления, попытки заочно унизить оппонентов. Мышь, блядь, серогорбая, ебаный шашлык. Просто привести, в пример, ролик с Игорем Лином. Я тебе даже не буду объяснять, что это такое было, Баженов, ты, к сожалению, не поймешь, ты недостаточно умен для этого, ты умеешь там то ли пять, то ли восемь складывать, читать. Объясняю. Это рубрика Стас Комментатор. Брать какие-то моменты из рубрики Стас Комментатор, который и является, по сути, просто стебом, и выдавать их за мою какую-то серьезную позицию, меня больше всего, знаешь, что поражает? Он такой. Использовать мат и оскорбления для дискредитации оппонента. А вместо того, чтобы начать спорить хотя бы на третьей минуте с моими тезисами три минуты меня прожаривать и рассказывать о том, какой я конченный и плохой, это не дискредитация оппонента, Баженов? Вас в МГУ там что, не учат? Ты себя дискредитируешь, во-первых, своей дружбой со Световым, я думаю, вы не поделились, потому что дети редко бывают бомжами, и они не смогли совместно досуг проводить. Да, это просто шутки, но они никак не относятся, они просто дополняют. Мы будем сейчас отвечать на аргументы конкретные. В принципе, я уже начал на аргументы, касающиеся моей личности. Но вместо того, чтобы конкретно начать показывать мои аргументы, ты сразу настраиваешь зрителей. Ой, он такой тупый. Во всем этом потоке бреда разобраться просто невероятно. Это настолько низкий приём, и понятно, что ты просто пытаешься хайпануть, саккумулировав аудиторию моих хейтеров вокруг себя, но это просто... Но это низко, Баженов. Слушай, ну я считаю, я имею право перейти на оскорбление. Не, ну ты вправе на что угодно. Не, ну просто типа... Или, может быть, слушайте, а давай, знаете, я не буду. Вот Григорий Баженов, я очень вас уважаю, потому что вы настолько культурно со мной общаетесь заочно, но всё-таки культурно. Поэтому я не буду вас как-то, ну, как бы, обзывать, да, плохими словами, но это только от того, что меня касаются аргументы. Я не могу считать человека идиотом и назвать его идиотом, это всегда только потому, что у меня кончаются аргументы. Поэтому я буду сюда отрывки ваших самых лучших тейков просто периодически вставлять. Это дискредитирует вас намного лучше, это тот же способ, который делаете вы. Да, восьмибитная, пидор косолап. И кто вообще смотрит этого панка, блядь, колхозного? Я вообще не понимаю, нахуй это же пиздец. И мантра, да, всё, это уж давно посчитали, опровергли и доказали. Я в одну очко ебашу, и они ничего не могут сказать. Ну и синдром специалиста. Ты ровно со вчера, помнишь, что же ты на стриме смотрел, тоже вырезать, вне контекста, вне слов. Да они вырезали, я причём это ещё Андре Ньюс про меня вырезал, я это разбирал, там ролик, я не знаю, имеет смысл вставлять, потому что там полуторамиллионный ролик, полтора миллиона просмотров у меня было. Он взял и вырезал просто все мои фразы из контекста, вот так это вообще относилось совершенно к другому. Ну окей, ладно. Когда ты сосредотачиваешься на таких высказываниях и начинаешь писать... Хотя, знаешь, я думаю... Кстати, а вот помните Баженов что говорил? Мне 29, и я дебил... Это не вырезанный из контекста, вы не думайте, он реально просто вот всё, собственно, можно даже не вставлять. Саморазоблачение. Саморазоблачение, да, действительно, вот это примерно тот же уровень. Встать на них ответ выясняется. Чтобы объяснить, что с этими высказываниями не так, на одно слово Стаса приходится произнести что своих. Настолько с азов надо объяснять, что где и почему тут не так. Но я сегодня это сделаю. Почему? Вообще, вот это тоже синдром специалиста, мне так много нужно объяснять. Люди, запомните, вот все, если вы не можете объяснить то, чем вы занимаетесь и суть ваших идей в паре фраз, в зависимости от, конечно, от ситуации, от человека, от того, кому вы объясняете, то вы вообще ни хера не понимаете в том, что вы делаете. Это бред какой-то. Я помню, ребенку объяснял, как процессор работает, что такое транзистор. Потому что понятно, что у каждого есть свой уровень, что кто-то начнет углубляться такой, нет, подожди, что, мне нужно еще это, нюансы, подожди, а что такое кремний, подожди, а как это полупроводник, а что такое электрон. А кому-то будет достаточно, он глазками похлопает, уйдет. Но что значит, я должен как специалист много объяснять? Я тебя об этом не просил. Да, ну, это просто бред какой-то. Фактически, ну, опять же, не знаю, забегаем чуть вперед, но все видео уже сейчас понятно. Это конкретная аккумуляция аудитории, которая тебя не любит, это по комментариям очень хорошо видно. Им похер вообще, что ты будешь говорить. Ты вот мог тут закончить, ну, там, не знаю, все остальное, чисто черный экран показать. И людям уже было достаточно, потому что точно так же, как вот в науке, знаешь, всякие цивилизационные теории и прочих херня, которые существуют чисто из разряда типа, о, это все уже было разобрано, этот формационный подход вот это то же самое. Да, и Стаса уже разобрали, я там не смотрел, ни хера не понял, ну, вот, Баженов вроде, ну, класс вообще. Потому что нормальным экономистам не пристал. Нормальный. Башня в слоновой кости рассуждать на темы интересные только другим экономистам. Если, ну, особенно, когда тебя просто смешали с грязью, а ты даже не отвечаешь на это. Городит про экономику чушь, сотни тысяч людей и все равно смотрит и верит им, значит, надо брать и объяснять, что и где тут не так. В общем, друзья, меня зовут Григорий Баженов, это Фьюри. С какая минута? Робс Блока популярный. Ты меня не дискредитировал. Это не дискредитировал. Вот ругаться матом кого-то просто оскорблять, это реально дискредитация оппонента. Ну, я говорю, вот этот вот чувак, посмотрите на этого чувака, он панк-колхозный. Все-таки, слушай, реально, как я раньше не замечал. А вот выставлять, вырезать из контекста какие-то мои фразы про факты, это не дискредитация Баженов, это реально не дискредитация. Но мне нравится, почему все разоблачения меня, они никогда не спорят с моими аргументами, и потом, когда я их просто начинаю оскорблять, потому что они безосновательно вкидывают про меня дичь, они начинают кричать, что он оскорбляет, потому что нет, я оскорбляю, потому что я считаю, что я могу тебя оскорбить. И мы не будем... Мы соответствуем тому, что говорят. Кандидат экономических наук. Да, 4 минуты нам сейчас рассказывали, ну, какой ты конкретно здесь скотина и гад. Ну, вот мы в таком же духе отвечаем. Хотите аргументы конкретные? Ну, вот сейчас пойдут. Да, пойдут аргументы, что пойдет конкретно. Все очень просто. Не хотите слушать какую-то херню про то, какие вы гениальные люди? Ну, так говорите по фактам. Да, сейчас и разберемся. И мы начинаем урок экономики для Стаса Васильева по цитатам Стаса Васильева и книжкам нобелевских лауреатов. О, тоже очень важно. Это что, Солженицын, что сейчас? Да, да. Нобелевский лауреат. Не, а что, он же Нобелевский лауреат. Да, правильно. Ну, все, что Нобелевский лауреат. Ну, давай, удачи тебе. Тоже, сразу же, вот это первый аргумент. По книжкам нобелевских лауреатов, он во всех видео это очень много использует, вот эту фразу, книжки нобелевских лауреатов. То есть, ладно бы ты сам нобелевским лауреатом был, а так ты пока только потенциальный лауреат премии Дарвина, братан. По вот этой вот фразе вполне конкретно можно понять, уже какого экономического течения будут источники здесь приводиться. Да, даже не заглядывая в источники, чисто потом, что основываясь на книжках нобелевских лауреатов, я уже могу понять, какого рода это будет экономическая школа, что именно там будут говорить и что именно будут говорить. Пересказывать. Пересказывать, да, ещё точнее. Потому что Нобелевская премия по экономике не была учреждена Нобелем, она была учреждена в 1968 году Банком Швеции для того, чтобы внезапно награждать экономистов вполне конкретных взглядов. И, конечно, очень любит, он тоже это вставляет, что в мейнстриме есть более правые экономисты, более левые, разных течений. Их объединяет только то, что они все такой правильный... Все они ЛГБТ, шутка, шутка. Все они правильный математический аппарат используют. Вот это вот значит, что всё правильно. Херня это всё полнейшая. Если вы посмотрите конкретно список экономистов, которые получали Нобелевку, конечно, там есть исключения, да. Но подавляющее большинство этих людей – это люди, которые вполне конкретные фразы, всё отвечают, что... Это шоу-рыночек порешает, пацаны. Ну, голова, ну всё можно свести к этому, да? Да, да, да. Нет, я просто не понимаю, а почему, допустим, в качестве регалии, почему вот Юркис получил сейчас эту премию народного артиста, а почему он не восхищается? Это то же самое. Вот кому им выгодно, кто там... Женщина года. Да, это то же самое, как я, типа, в 17-м году получал там всякие премии, типа, лучший техноблог и прочее. Потом я начал выражать такую антипопулярную, антимайнстримную повесточку, да, о том, что я ненавижу современную благосферу и прочее. Всё, мне перестали все премии давать, хотя мой блог стал намного лучше. Но меня больше ни на одну премию мне не только не дали, меня даже не номинировали. Так это просто, это понятно, что с Нобелевкой сравнивают. Ну, типа, ну, логика, ты же, вот ты, чувак, допустим, да, ты делаешь какой-то грант. Ты в каком-нибудь этом, за какую-нибудь фишку там ты даёшь грант на исследование чего-то. И вот один из чуваков, который этими исследованиями там социологическими занимается, говорит, что вот именно ты, да, там твое имя, фамилия, чувак, который дал этот грант. Ты идиот, ты крыса, там, ты вор. Ну, разумеется, он грант не получит, типа, это же надо понимать. И в Нобелевке всё так же работает, продвигают определённые люди. Любые премии, любые премии, вот, во-первых, как ты сказал, всё абсолютно верно, но вообще любые премии, они всегда очень политизированы. Конечно! Конечно, то есть... Оскар, Оскар. Оскар – это вообще золотой пример, да, «Лунный свет», знаменитое великолепное кино, которое мы все пересматриваем каждый Новый год. Хотя, опять же, касательно того же самого Оскара, например, когда дают Оскар за монтаж и за звук, вот иногда... Там сложнее, конечно, политизированность. Хотя там тоже можно фильм какой-нибудь подобрать просто. Это, в принципе, ну, вот важно, что есть более политизированное, конечно, менее политизированное, но Нобелевская премия, это вообще, особенно по миру, по литературе и по экономике, это сверхполитизированная история. Папаразит потом заслуженно получили. Ну, слушай, фильм-то хороший. Но, опять же, это что, это, как заметь, это всё в контексте демократической партии, чтобы уесть. Как раз у Сёмина отличный ролик был, он с обзором «Оскар, какой кошмар, как он посмел». Он как раз очень правильно эту мысль подметил, что ровно все фильмы, это вполне в контексте демократической повестки, и вот нам надо уесть вот этих вот ребят, которые Трампа, которые сидят в Белом доме, ну, значит, фильмы такие же. Ну, а ты вот понял, почему у главных героев «Паразитов» фамилия Ким и почему и фамилия Пан? Короче, идея в том, что вот эти вот «Паразиты», это типа Северная Корея, ну, вот эти бедные, а богатые, это южные. Мне кажется, я думаешь, казалось, что притянуто. Не притянуто, там даже вот эта «30-я параллель» упоминается 100%. Не, я помню, ну, ладно, это... Не, я тебе это точно про нею. Взападение такое по фамилиям в кино такого не бывает. Да, я просто хотел сказать вот пару примеров, да, что в 1980 году Ясер Арафат получил премию за Нобел... За создание Арафаток, вот этих, которых все гоняли. Нобелевскую премию мира. Причем это его известная фраза о том, что мир – это когда уничтожен Израиль. Вы знаете, вот этот прекрасный человек. В 1938 году Кордл Халл получил вообще премию мира. Причем это госсекретарь США, который 900 евреев отправил нахер назад к Гитлеру, ну, типа в Европу. Они нам тут нахер не нужны. Ну, вот этот госсекретарь США получил, ну, министр иностранных дел по-нашему, получил премию мира. Вообще великолепно просто. Короче, Баженов, с такой апелляцией к авторитетам, да, ну, понятно, что при отсутствии собственных мыслей и собственного анализа, но, тем не менее, с такой апелляцией авторитета ты скоро будешь в приветственном жесте вскидывать руку человеку с обложки тайм, поэтому ты давай поосторожнее с такими апелляциями. О, Нобель у него, как бы, удачи-то. Я не понимаю, Нобельск примет за создание биполярного транзистора, там, Шоколи получал, например. Это заслуженно, это мир изменил. А это что? Тебе чайку и устраивайтесь поудобнее. Это надолго. Баженов, я залился чаек. В одном из недавних выпусков Стаса-комментатора блогер, по его же собственному утверждению, но уже в войсе, опубликованном в телеграм-канале Стас бомбит, косноязычно высказался о дефиците и кризисе перепроизводства. Про косноязычность мне будет говорить человек, который рубит фразы, просто рубит слова. Косноязычно высказался против... Братан, давай вот по этому поводу. Братан из Эстонии, не надо этого... Да какая из Эстонии? Абайтенк с Украины. Роут за дрипп. Роут за рыночек. Страна должна знать своих героев, поэтому предоставим слово самому Стасу. Только дело не в том, что в Советском Союзе было плохо, потому что дефицит. В Советском Союзе был дефицит, потому что был высот. Это значит, было плохо. Экономический уровень, и люди сразу же сметали все товары с полок магазинов. Когда видео разошлось, Стас решил пояснить, что же он имел в виду. И тут глупая ситуация стала очень глупой. Блогер опубликовал в своем Телеграм-канале сначала войс, а потом и пост, где конкретизировал свою мысль. То есть дефицит из-за высокого экономического уровня. Короче, просто обратите внимание, да, я очень косноязычно высказался, это, соответственно, проблема, но дело в том, что я потом все, что он сейчас будет разбирать, он будет мне вменять в ошибку то, что я и так уточнил и признал в посте. То есть я не понимаю, он говорит по поводу какой-то дискредитации. Дальше он будет разбирать вот это вот все, весь этот пост и так далее. Но мне, во-первых, конечно, опять же постановка вопроса нравится, что человек, который про экономику там, во-первых, никогда экономистом себя не называл, специалистом по экономике. Нет, это ладно, это ладно. Да, ну окей, но... Нет, мне просто, я не хочу дискредитировать Стаса. И возможности купить. То есть Стас дискредитирует всем, но я-то не такой. Видите, все товары, это то же самое, что и кризис перепроизводства, когда товаров много, а у людей нет денег на то, чтобы все их купить. Это то же самое, это просто ошибка. Скрин вы видите на экране, а мы по порядку разберем то, что же он там написал. Абзац первый. Идеальная ситуация. Денег в экономике ровно столько, сколько суммарно стоят все товары. Если взять все деньги в экономике и купить на них, всевозможные товары не останется никак. Не всевозможные, а всевозможные товары. Господи, он что, не может нормально... Зато источников у него много, ребят. Он вместо всевозможных говорит всевозможные, но у него 20 источников, которые подтверждают, что на самом деле я писал всевозможные. Поэтому не спорьте, пожалуйста. Копейки. Нет, сразу. Это работа... Как там пиетет? Удачи, брат. Не стану тебя утомлять историей о том, как создаются, уничтожаются деньги... Не стану тебя утомлять историей о том, как создаются русский язык и чем всевозможные от всевозможных отличаются. ...экономики. Об этом было вот здесь. Я же расскажу о простом, но, видимо, удивительном для тебя факте. То, что является расходом для одного, выступает доходом для другого. Если взять и купить... Че, это точно информация? ...вообще все, деньги не уничтожаются, они просто поменяют владельцев и запустят цикл обмена по новой. Проще всего эту максимуму специально для тебя сформулировал некто... ...дядя Федор. ...хитлер. ...чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Потребители купили что-то у продавцов, то есть потратились, но продавцы приобрели. А на приобретенное выплатили заработные платы, закупили сырье, заплатили налоги и аренду, а потом произвели новые товары. И так как продавцы потратили деньги, отдав их потребителям, то есть заработные платы рабочим, налоги к государству, аренду владельцам, у них есть собственные деньги, чтобы эти новые товары купить. Если у нас экономический рост, то каждая итерация круглоборота потоков доходов и расходов предполагает, что новый объем больше, чем предыдущий. Да, я просто жду, когда он договорит, чтобы уже, конечно, все это прокомментировать все вместе. Да, я понял, я тоже жду. Мы как бы здесь, мы уже поняли, да, что Баженов предокапывание к моему русскому языку сам не знает, чем отличаются все возможные от всевозможных. А если это, ну, короче, не важно. Вот эту часть мы заканчиваем, мы сейчас переходим к экономике непосредственно, и вам будет достаточно тяжело все это. То есть всю предыдущую часть мы аннулируем, да, по сути, это просто для того, чтобы у него попка-то подорвалась, его толстенькая, да, потому что одно дело дискредитирует человека, другое дело, когда тебя твоим же оружием фигачит. Просто чтобы ты понимал, где твое место, Баженов, твое место в МГУ, в туалете на третьем этаже. Там сиди и пытайся там вот этими своими, я, я не понятый гений. И все, я закончу. Опять же, если говорят про личности, мы имеем право про личность. А сейчас говорит про экономику. Я тебя не оскорблял пока. Если человек говорит про экономику, окей, сейчас вот мы хотим дать слово, пожалуйста. Главное, когда аргументы кончатся, на оскорбление переходи, потому что мы должны уважить. Снова, но сделок, а также их совокупный стоимостной объем становится больше. Так работает экономика, Стас, если предельно упрощать, конечно. На самом деле... Ну, вы тупые, понимаете, упрощать надо. Ты очень путанно пытался воспроизвести так называемое монетарное тождество, когда товарный оборот и денежная масса соответствуют... Все, наконец-то оно появилось. Господи. Вообще, я не знаю, честно. Человек, вот, ну, дальше вы это поймете, занимается вполне конкретным приемом. Это соломенное чучело. Сам аргументы придумывает, сам их и разоблачает. Я, честно говоря, не знаю, я вот думал, вот что вот это вообще... Не, подожди, я не понимаю, о чем сейчас речь? Что он именно разбирает? Я просто не понимаю. С какими фразами он сейчас разбирает? Он разбирает твою фразу о том, что денег в экономике должно быть... Ну, должно быть столько, они должны быть полностью эквивалентны товарами. Вот у нас товаров на 3 миллиарда, и, соответственно, денег должно быть 3 миллиарда. Вот, он объясняет, что на самом деле такая ситуация невозможна, потому что нельзя купить одновременно все товары. Да, понятное дело. Ты или не читал, или я не могу понять, там же вполне все четко написано, потому что я, когда в первый раз это видео посмотрел, я думаю, так, подожди, о чем это вообще? Это я тупой? Ну, это понятно, безусловно, мы с тобой тут все как бы... Мы из себя гениев не строим. Но, знаете, я что-то решил разобраться. Я отмотал, типа, а что это там за пост был? Вот, вернемся вперед. Вот этот вот текст. Я начал читать вот этот текст. Нет, тут написано «Идеальная ситуация». Это вообще о другом. Это не о монетарном правиле Фридмана, это даже не об эмиссии в данном случае, прямо, ну, в прямом смысле. Во-первых, что здесь подразумевается? Эту ситуацию надо объяснить. Откуда вообще вот эта вся история взялась? И когда пришел Камолов, он объяснил вот эту вот разницу, что дефицит может быть в двух вариантах. То есть, когда у людей не хватает... Ну да, это вот у нас подкаст с ним был, я на это и ссылался. Да, если не видели. Он объясняет, что в принципе это... Ну, в экономике это называется скрытая инфляция, то есть, другие формы инфляции. Если у тебя не хватает товаров, чтобы покрыть весь спрос, в рыночной экономике все просто, цены начинают расти и покупают только те люди, у кого есть деньги, а в плановой экономике люди становятся в очереди, потому что цены фиксированы, товаров не хватает, и их просто элементарно нет. То есть, нарушается система распределения и в том, и в другом случае. И в этом посте, то есть, да, в Стасе-комментаторе там реально было, ну, фраза не очень понятна, Поэтому я ее уточнил, да. Да, а вот тут вот вполне уже четко уточнено, что вот эта вот ситуация, когда у нас есть дисбаланс, она имеет два проявления. В плановой экономике, если людей зарплаты больше, чем стоят цены, установлена планка цен, опять же, сейчас я абстрактно объясню, потому что, если уже он упрощает для нас ток, то я уж тем более могу. Упростим для Баженова, что есть определенная планка цен, которая устанавливает жесткий регуляторный орган в плановой экономике. Есть определенный уровень зарплат. Если зарплаты начинают расти, а количество товаров в экономике не растет, у нас получается нарушение баланса, потому что у людей денег больше, чем товаров, которые они могут купить. Это не про то, что они их одновременно купят. Это не про то, что ты нам тупым объясняешь, что для того, чтобы получить какую-то зарплату, нужно, чтобы кто-то тебе потратился. Это вообще просто хрень. Это вообще просто первый абзац. Я говорю, идеальная ситуация, что как в идеале должно быть, но так не будет все равно, что сказать идеальная ситуация, что все хорошие люди собираются и убивают всех плохих людей. Чего ж ты не запишешь 10-минутный ролик на эту мою шутку, которую я неоднократно использовал, и не начнешь объяснять, почему это невозможно. С точки зрения экономики, политики или совокупления с бомжами, я не знаю. Я четко вижу, что ему просто похер было, когда он это снимал, потому что он даже не читал. Он просто не читал. То есть, о чем вообще здесь речь? И речь идет о простой идее, о том, что позднесоветский дефицит, помимо огромного количества политических факторов, которые слишком долго разбирать, но помимо них всех, был вызван вполне конкретной вещью. Уровень зарплат рос, уровень цен не рос. При этом можно было бы сохранить те же цены, если бы количество товаров в экономике увеличилось. Но товаров было столько же, а зарплаты стали больше. Соответственно, КПСС попала в жесткую ловушку, прям в жесткую проблему. Ты понимаешь, что ты сейчас разбираешь тот тезис, которого я даже не... Его разбор, того тезиса, который я даже не говорил, он просто взял это, придумал из головы и парирует. Я сейчас даже не ему говорю, я ему аудиторию прежде всего, чтобы вы понимали, что... Да, у нас будет небольшая экономическая тирада. Меня просто бомбит. Зачем взять, приписывать мне то, чего я не говорил, и за это разоблачать? В чем смысл? Ну что, покажи, что ты тупой. Я ближе к концу хочу упомянуть вообще про смысл всего этого ролика. Но о чем мы здесь говорили, еще раз повторяю, что КПСС попала к позднему времени Советского Союза в большую ловушку, что нам надо повышать зарплаты, чтобы показать, что типа мы молодцы, экономика развивается, коммунизм к 80-му году, никто не отрицает политический кризис, но мы сейчас не будем Советский Союз обсуждать, это очень долго. Но мы попали в проблему. Товаров столько же, зарплаты больше. Что делать? Или понижать зарплаты, или повышать цены. И то, и другое вызовет всплеск недовольства, на что КПСС из политических соображений пойти не могла. И это вызвало целый ряд проблем и рост очень-очень разных экономических течений. Чубайс же в пределах Советского Союза внезапно экономику изучал. Откуда же у него его рыночные взгляды взялись? Именно на фоне вот этого всего, когда он видел вот этот вот дисбаланс. Но что это противопоставлялось? Чему? Противопоставлялось ситуации, когда в рыночной экономике есть, опять же, мы это дальше уже будем подробно объяснять, но это важно, потому что нас обвиняют в путанности, но тут еще более все путано, что противопоставляется ситуации рыночной экономики, когда в рынке, в любой рыночной экономике, в базе этого рынка, в самой основе системы заложен сильнейший дисбаланс, что доходы людей относительно сокращаются, а количество товаров относительно растет. И из-за этого и получается вот этот вот оверпродакшн, перепроизводство, когда товары есть, а купить их не могут. Конечно, это та же самая инфляция, по сути. Инфляция – это уже следствие всего этого. Это уже другое. Мы сейчас про товары говорим. И здесь вот это… Сейчас, подожди, вот важно вот это дообъяснить, что в итоге получается просто зверская ситуация, когда товары есть, а люди их получить не могут. А внезапно, внезапно теперь нам начинают рассказывать, что оказывается, что невозможно купить все товары сразу же. Ну да. Вау, ни хера себе! Вау, обалдеть! С ума сойти, а кто бы мог подумать? Соответственно, мы здесь дальше… Может, Баженов бы понял, если бы я уточнил, идеальная ситуация в вакууме. Да, невозможная в скобочках. Невозможная, еще в скобочках, которую точно поймет Баженов. Ну, вообще классно. Я не знаю, просто зачем ты сейчас эту лекцию устал. Нет, нет, нет. Потому что тут это парируется абсолютно легко. Он разбирает тезис, которого не было. Нет, нет, Стас, мы сейчас… Ну, понятно, я просто хочу людям объяснить, о чем вообще речь была, да, идеальная ситуация. Баженов, соответственно, я даже не знаю, что бы сказать такое, чтобы нас не забанили. Соответственно, идеальная ситуация, Баженов… Хороший экономист. Невозможная в скобочках. Массы, то цены упадут, а если денежная масса вырастет, то и цены вырастут. Наоборот, тоже работают. Опять же, это верно для рыночной экономики, но не для советской экономики плановой, о чем ты сейчас говоришь. Про которую я и писал, да. О чем-то было и написано. Ну, просто. Я говорю, честно, если ты это смотришь, я думаю, все-таки смотришь, жалуешься. Он же обещал еще и второй выпуск, там 100% будет начаться. Я его уже не буду разбирать, Баженов, я тебе один раз отвечу, это и так больше, чем ты заслужил. Ты даже не старался, Баженов. Да, но вот он точно там рассказывает о том, что типа, ай, как мы посмели на 100-500 часов это все записывать, когда моя гениальная мысль там так простая и понятная. 40 книг понадобилась. Но, честное слово, тебе же было похер, ну, скажи честно, и тебе, если ты сам сценарий писал, то тебе похер, а еще больше похер было монтажеру всем, поэтому и просмотров не растет из года в год, хотя, ну, вроде как, ну, видно. Не, ну, слушай, я бы сказал из-за подачи, потому что, во-первых, у него очень плохой русский язык, у него нет своего стиля, но он просто скучный, он говорит в одной тональности, это слушать невозможно. И подача плохая, и ни о чем просто. И монтаж, и картинка, и все. Потому что на похер снято. Извините, на этом канале монтажа практически нет, но за мой основной я готов поручиться. И вот то, о чем ты говоришь, да, и у тебя нет не потому, что там люди тупые, это ты просто. Слушай, рыночек, ты порешал, Баженов не в твою пользу просто, вот тебе экономическая теория. у них всегда есть отмазка, вот для тупых вещать проще, потому что их больше, спрос больше на тупую контентку. Ну, ты знаешь, Форест Гамб же для тупых, Зеленая Миля, Побег и Шаушенок, для тупых, все, кому нравится Побег, я не знаю, я никогда так не считал, что то, что популярное. Я говорю, ближе к концу хочу сказать, чтобы вы уже больше, мы и так слишком часто. Если товары произведут больше, а денежная масса и скорость обращения денег останутся неизменными, то цены упадут. А если произведут меньше, чем... Егор, я предлагаю отмотать на следующий тезис, потому что он опять, он оспаривает то, чего я не говорил, при этом я говорил, идеальная ситуация, в советской же экономике, он начинает рыночную экономику, я не знаю, может это перемотать, но потому что это совершенно уже все. Ты, понимаешь, сейчас ты разбит не экономикой, ты разбит собственной халатностью, потому что когда ты берешь, мало того, ты меня вначале там повырезал из контекста, так потом ты берешь фразу, которую я не говорил, и на основе меня начинаешь критиковать ее, неправильно поняв ее, так еще и в контексте рыночной экономики, когда я говорил про плановую советскую, хотя она не совсем плановая, но это уже как бы, ну уж точно не рыночная, сто процентов. Особенно к 90-му, 80-му. это все нюансы, понимаешь, но ты разбит, Баженов, потому что ты критиковал не то суждение, которое я извергал из своей пасти, поэтому ты пойман за руку, как дешевка. Поэтому вместо того, чтобы ныть на то, что типа ты такой тупой на тупых вещаешь, просто как бы менее халатно относиться к своим видео. Слушай, а может быть дело в том, что Баженов, помнишь, он вначале говорил, все мы в детстве хотели стать очень умными, да? Может быть, он думал, что он прочитает все возможные книги, а в итоге прочитал все возможные? Вот поэтому меня любят Баженов. Остроумие, самоирония. И скромность. Да, и скромность. Извините, пожалуйста, реально очень мне неприятен Баженов, я очень часто останавливаюсь касательно... Он мне очень неприятен, я всю жизнь прожил в окружении, скажем, таких людей, которые я самый умный, я все знаю. Ты просишь, ну, объясни, ответь на этот вопрос. Он тебе графики чертит, ты ничего не понимаешь. Он задаешь вопрос, он еще... Они еще, знаешь, когда им вопрос задаешь, наводящий в личной беседе, они всегда злиться, вот такие вот люди начинают. Когда ты им задал вопрос какой-то, они не могут на него ответить так вот, чтобы прям все складывалось в их складной теории, как им кажется, они начинают злиться. Вот бывали у тебя такие? Постоянно. Всегда. Вообще, 99% преподавателей таких всегда, вот плохие... А он себя мнит преподавателем, он считает, что вот он сейчас... Нет, я не понял, может, что ты преподавал, но это не важно, важно, вот позиция именно, и причем... Он преподавал все возможные, как угодно случаются. Это универсальная херня, идиоты, и неприятные, вот такие вот, вот высокомерные, вот реальные, вот они везде. Потому что, запомните, люди все плюс-минус одинаковые, в разных условиях росли, кому-то больше поезло, кому-то меньше, но ни в коем случае нельзя себя обществу противопоставлять. Поэтому мы, Стас, можем с полной ценной уверенностью заведеть, что мы с тобой быдло, вещаем на быдло, потому что мы этим быдлом сами являемся. И никогда не противопоставлялись. – Слушай, я не оскорбляю Баженова, вот напрямую не буду оскорблять весь ролик, ведь то, что я сказал, что мне неприятен, это не оскорбление. Я не буду его оскорблять, несмотря на то, насколько сильно он мне неприятен, да, просто я прочитал всевозможные и всевозможные книги, и я знаю, что там... Ну не, на самом деле, не хочу оскорблять, потому что потом ролик сделает, он вот так вот ставит, типа, они меня оскорбляли, там... – Нарезет как надо, да. – Да, Баженов, извини за то, что ты меня разбирал не за ту фразу, не за ту цитату, которая была. Все доказано, доказательства перед вами. Тупой коммунист тебя не оскорбляет, потому что факты у него пока не закончились. Хотя я марксист. Было, а не вырасту. Это суперупрощение, но даже в нем больше смысла, чем в первом абзаце твоего объяснения твоего же собственного. Он использовал Стас не тупой. Значит, слушай, доказано. Все возможные способы, всевозможными способами доказано, что Стас не тупой. И, конечно, все это не имеет никакого отношения к истории про покупку всего возможного, после чего деньги пропадут. Всего возможного. Какой ты классный. А где там было написано, что деньги пропадут? Там вообще ты вообще не читал. Он опять говорит всевозможного. То есть ты не видишь разницы, при этом ты меня как... Я не понимаю, это все самое... Слушай, ну ты как бы, несмотря на все экономические познания, в этом он объективно, ну как бы запутывать он умеет. График нарисует. Кстати, вот график, который доказывает, что Баженов совокупляется с бомжами, да, собственно говоря. Выводы делайте сами. Да, источники... Сами источники не очень, но конкретно эти материалы, у этих источников, они хорошие. Всевозможные источники, всевозможные... Ну смотри, он даже здесь... То есть он не понял, я пишу, «Все возможные деньги». Он пишет, «Всевозможные деньги». Господи, я не понимаю, какой... Ты же не можешь прочитать слово. Он говорит, «Вот это только первый абзац». Да ты его неправильно прочитал. О чем тут дальше, говорит? Я не знаю, Егор, я знаю, что ты подготовил хорошую экономическую тираду, да, но, собственно говоря, я не знаю, я этот ролик сам понимал, смотрю впервые. Немножко еще другая история, понимаешь, у меня как бы иммунитет... Только начал смотрю. Да, иммунитет к этому есть, потому что, к сожалению, вот такие вот люди, они пронизывают вообще всю систему образования. Всевозможные системы. Всевозможную систему образования, потому что... Ну, серьезно, в чем бы ты ни подошел? Вот чем херовее преподаватель, вот чем хуже понятно то, что он объясняет, тем выше шанс, что когда ты к нему подойдешь, он тебе скажет, ну... Вы все говно! Запомните. Да, повторите эту фразу на экзамене, и вы ее сдадите. А если не поняли, вот вам учебник вот этого Нобелевского лауреата, ну вот его прочитайте, и все поймете. Не, ну меня просто бомбит. Реально бомбит от вот этой помпезности, от этой претенциозности, с которой он подает вот этот свои пересказы мейнстримных, экономических книг. Я так старался действительно пересказать весь этот мейнстрим, который миллиард раз уже обмусолили, разбирали, который миллиарды раз. Что это вообще значит? Мы покупаем все, включая вещи, которые лежат дома на чердаке? Очень странный комментарий, Стас. Потому что было написано все возможные товары, они всевозможные. Потому что стоит сперва научиться читать, прежде чем за кого-то за эти фразы критиковать. Потому что стоит читать не всевозможные книги, а все возможные, Баженов. Запомни, учи русский, сука! Повторюсь, если хочешь узнать, как это работает, кликай на сплывашку. Там, пожалуй, сложновато, зато с цифрами, графиками... Ну, для тебя, но для тупого, да. Но зато с цифрами, слушай. Короче, еще один график. В общем, на этом графике вы видите корреляцию между всевозможными абсерами Баженова и всеми возможными абсерами Баженова. Как вы видите, они сходятся в одной точке. Поэтому вот этот вот абсцисс соординатовым на оси X и Y, что они там говорят? Точнее, они есть X и Y, но вы поняли, что я говорю. Неважно, график. Ну, а если не поняли, то вы тупые. Если вы не поняли, то вы тупые просто. Абсцисс соординаты, X, Y, у меня, собственно, B в квадрате минус 4, А, С, вычитаем. Получается, что Баженов занимается любовью с бомжами, предпочитает исключительно бомжей. Собственно, график это все наглядно доказывает. Кто не понял, тот дурак, кто понял, тот умный, такой же умный, как и я, ведь мы умные люди. Погнали дальше. А я вам лайфхак подскажу. Если вы не поняли, но хотите почувствоваться умным, там ссылочка на Патреон, нажмите, и тогда вы вступите в курс самых умных. Да, я буду... Патреон, Баженов, Фурри Робс. Первым абзацем разобрались. Перейдем к второму и третьему. Его-то он сможет правильно прочитать. Правда, слишком длинные, чтобы я их читал. Слишком длинные, чтобы я их читал. У меня 40 источников, пацаны, но этот абзац... Я могу вывести трилогию все работы, все выпуски журнала «Эгоист», но вот этот, сука, абзац, вот этот я не вывезу. Я такой умный. Ну, мы не... Ну, ладно. А как раз наоборот. Я понимаю... Не, вообще, если без кривляний, понятно, что он говорит, типа, ой, слишком длинный, чтобы я его зачитывал. Ты зачем ты зачитываешь? Но если бы ты как раз это прочитал, ты бы понял, о чем здесь речь вообще идет. Ну, ладно, подожди. Вот сейчас уже посерьезнее говорю. Просто обозначу лишь основные идеи, а затем их прокомментирую. Идея первая. Есть два стула. На одном дефицит товарный, на другом в кризис перепроизводства регулярный. Идея вторая. Дефицит товарный плохо, но терпи... Ак, просто Стас. Антология кризисов. Тебя разоблачили. Юмор. Ха-ха. Стас из Дат. Стас... Не, ну Стас из Дат это прикольно. Это неплохо. Я это, кстати, запомню, когда-нибудь меня на реперский фит опять пригласит кто-нибудь, я это использую. Люди не голодали и не умирали. Они вполне... Мне очень нравится, что он пост даже зачитывает. А что и так поверят? Слишком длинный, чтобы зачитывать, поэтому мы его разберем, не зачитывая. Собственно говоря, так же, как мы будем. Я не знаю, вот что, если меня разбирает ролики Соболева, не показывая их? Вот как ты думаешь, убедительность моей аргументации? Ну, Сайпай так делал. С фильма помнишь? Ну, это Сайпай можно абсолютно все. Вот Сайпай и Культ Просвет, два канала, которые я вложил. Короче, смотрите, давайте мы разберем вот эту вот цитату Баженова. Посмотрите на нее. Ну, собственно говоря, вот из этого абзаца, который слишком длинный, чтобы мы его читали, мы вот одну фразу, смотрите, вот такая вот фраза. «Я встречаюсь исключительно с людьми, у которых нет места жительства, потому что я люблю приводить их к себе домой, и обычно они необычайно любвеохотливые». Соответственно, это цитата Баженова. Я считаю, слова здесь излишния. Бажен издат. Собственно, все. Видите, ну уровень просто, мне нравится уровень. Ну, зачитай ты этот абзац. Причем, объясним для особого умного. Нет, подожди. Три минуты рассказывать, четыре минуты о том, как он страдает и какой я плохой, потому что я много каналов веду, у него есть, а зачитать абзац один, ну, это 30 секунд займет, если ты его собрался разбирать. Нет, причем еще мне нравится. Я выведу основные мысли. Ну, хорошо, выведи так, ну, вот в кавычках, там по пунктам еще как-то. Ну, в общем, там примерно, ну, короче, что-то там про то, что вот товарный дефицит это плохо, а вот кризис перепроизводства тоже плохо, ну, вот, короче, это что такое просто? Ну, и по сути цитата, а что здесь не так-то? Потому что вполне конкретная тема. Люди в плановой экономике, как пелось, едины в своей бедности, да, то есть у них есть определенный базовый набор вещей, которые они получают. Никто не гибнет, просто временные неудобства. А вот кризис перепроизводства регулярный, это страшно, он приводит к массовым смертям и голоду. Ну, и идея третья. Дефицит товарный потому возникает, что благосостояние растет, а цены нет, а вот кризис перепроизводства регулярный из-за ненасытности капиталистов. Сначала разберемся с тем, почему возникает дефицит товарный. Для начала огорчу. Если у вас дефицит, то, ну, вот, совершенно необязательно, что у вас растет благосостояние или, как выразился Стас, достигается высокий экономический уровень. Ну, кстати, здесь тоже верно, потому что рост зарплаты это не значит рост благосостояния. Тут как раз он прав. То есть зарплаты – это чисто цифра, особенно в плановой экономике. Они любыми могут быть. Это чисто математическая проблема, связанная с политической, что ты должен ее повысить, понизить в экономике. Ну, окей, вот это вот первое, и, я надеюсь, хотя бы не последнее замечание по делу. Нет, причем, опять же, мы всегда рады признать, что что-то не так, потому что самая ценная – это информация, особенно в нашем ТАВЕКе. Если подметили, мы только признаем, да, это правда, признаем ошибку, каемся в ГУАГ. Ну, окей, ладно, не про ГУАГ шутки, но остальное, ну окей, да. Мы-то готовы признавать ошибки, если это правда ошибки. Мы бы хотели купить у вас мебель. У нас вся мебель продается по предприятиям. Запись прошла в начале года. А у нас никакой записи на мебель не было. Тогда не купите. Наш небольшой коллектив – 30 человек. В этом году никакой мебели, ничего не получил. Может, просто не повезло? Остальные достают мебель без проблем? Конечно, нет. Два года я подавала заявление, мне отказали. Я тоже вот два года уже ищу мебель, не могу ничего. И на работе не могу записаться на мебель. Причем здесь это, я спорил, что ли, что в Союзе был дефицит, и что многие товары, которые относятся к товарам и роскоши, можно... Просто он опять же спорит, оспаривает то, чего я не говорил. Здесь просто создание впечатления у зрителя, что вот, типа, Советский Союз – это плохо, а ты его, типа, как защищал. Я не помню... Ну, блин, люди, мы давно не члены КПСР, не члены КПРФ даже. Мы вправе признавать любые ошибки. Нет, возможно, стоит вот эту вот тему прояснить и признать. Если я, допустим, когда КАЦ в качестве доказательства того, что там убивали, или в качестве доказательства того, что в Союзе там не было мороженое, приводит просто фотографию человека, который там... Ну, просто человека, который стоит без мороженого, я начинаю это стебать, и это не значит, что я защищаю Советский Союз. Это значит, что я считаю доказательства Максима Каца в виде фотографий, не относящихся к делу от слова совсем, ну, идиотскими. И начинаю над этим шутить и смеять. Но это не значит, что я выгораживаю Советский Союз. Мне большинство роликов, которые скидывают на просмотр, я все смотрю, все комментирую. Но почему-то, когда я там, знаешь, когда я защищаю, допустим, даже Моргенштерна, когда мне там скидывают разоблачение Моргенштерна, я его смотрю, я его защищаю. Или когда мне скидывают разоблачение кого-то, кого я ненавижу, ну, я его там защищаю. Мне не говорят, что Стас теперь защитник Моргенштерна, его фанат. Но когда я просто стебу Максима Каца за отсутствие доказательной базы, при этом помпезность, с которой он вот этот абсурд подает, все такие, ну, это потому что Стас совок. Я вот это очень не понимаю. Это, кстати, важную мысль ты подметил, потому что как раз то, что Грамши называл гегемония культурная, это оно и есть. То есть есть определенный дискурс, определенный консенсус, которым ты должен соответствовать, ты должен рассказывать, что Солженицын молодец. Мама, я дивергент. Что Солженицын молодец, что Советский Союз – это ужасно, что репрессии, гулаги, дефициты, и потом как раз будет видно, почему надо об этом рассказывать. Слушай, ну я нормально отношусь к Солженицу, но он для меня практически на одном уровне с Джан Роулинг. Это смешно, конечно, звучит, но в любом случае мы просто с чем здесь сталкиваемся, что лично мне, как и Стасу, как и всем остальным людям, мы не члены КПСС, мы не получаем денег из партитного бюджета. Я планирую вступить. Да, а я в КПК, ну и что? Шутки шутками, а зубы с промежутками. Но в любом случае, что мы должны понять, вот есть конкретная проблема, нужно говорить только определенным образом, иначе тебя выпишут из левых, выпишут из правых, или еще кто-то там. Так меня отовсюду выписали уже давно. Абсолютно верная фраза. Мама, я дивергент. Абсолютно верная фраза, что самую большую цену ты платишь за то, чтобы быть самим собой, и иметь право на свое независимое мнение. Что с крахом Советского Союза мы очень много чего потеряли, но мы получили кое-что. Это право реально не иметь никаких связей ни с КПСС, потому что ее больше нет, и не быть в дискурсе вот этого всего мейнстрима, что диссидентского, иначе из диссидентов выпишут, что там какого-то провластного. Мы излагаем свою точку зрения. Если мы ошибаемся, мы признаем, наша главная задача, опять же, говорю за себя, но моя главная задача, по крайней мере, это поиск ответов на вопросы, которые мне с детства интересуют. И это всего лишь один из них. Если у Баженова... Точнее, опять же, я об этом тоже всегда говорю, просто мы на этой почве, на почве одинаковых взглядов на жизнь мы с тобой подружились. И когда мне говорят, что я себя подаю, аки истина в последние станции, да ты что? У тебя все с головой нормально? У вас там в МГУ команду по регби открыли, создали всевозможную. Легко навешивать ярлыки, но люди, вот как раз мышление ярлыками, это самая большая проблема. И вот мы как раз об этом говорили не так давно, самая важная задача, Стаса Комендатора, подобных роликов. Почему я говорю, что тему с репрессиями очень хорошо всегда высмеивать внезапно, про ГУЛАГи и про все остальное. И говорят, как ты смеешь, не уважать там этих людей, еще что-то. Наоборот, наоборот, именно потому, что вы все создаете определенный дискурс, в рамках которого ты просто обязан говорить только определенные вещи, и ты не имеешь права сказать что-то против, все это начинает превращаться в лютый цирр. И скажите мне, в чем больше уважения к памяти тем, кого реально там незаконно репрессировали? Когда ты именно, что каждое имя собираешь, считаешь, сколько их было, когда Сталин 150 миллиардов, уничтожил и все такое прочее. Здесь то же самое. Мы не защищаем Советский Союз, мы не защищаем современную власть, мы не защищаем Путина, точно так же, как и не... Мы боремся с культурной гегемонией, поймем, борцы за свободу мысли, а ты... Юмор наше главное оружие. Конъюнктурщик, понимаешь, ты конъюнктурщик, ты раб, потому что если завтра внезапно ты усомнишься в своих взглядах, вот это вот твоя аудитория, 40 тысяч подписчиков, они тебе что скажут? Они тебя пошлют куда подальше, потому что ты мейнстримщик, от Патреона, денежек не будет, понимаешь? А я свободный художник. Да, был фанатом Айн Рэнд, был адептом рынка, стал коммунякой, знаешь, сколько людей от меня из-за этого отписались? Меньше, чем на тебя подписались... Нет, больше, чем на тебя подписались за всё время. Я перефразирую великого Вилсакома, да? Ладно, давай аргументы разбирать просто. Да, конечно. Ну, в общем, юмор главное оружие, поэтому если мы над чем-то смеёмся, мы прежде всего... Но культурная гегемония прям красивая. Это знаешь, как у меня... Мне очень нравится у Маркса товарный фетишизм. Тоже очень хорошо звучит. Ну, так, это у Грамши, это классика вообще марксистской мысли, нео-марксистской. Но в любом случае юмор главное оружие по борьбе за стагнацией науки, стагнацией мысли. И когда вы... Нет, ну ты как глубоко... Для меня юмор это ну просто типа весело. Нет, ну ты можешь относиться как хочешь. А по факту это так и есть, что когда ты кого-то высмеиваешь, там, мистера худые ноги, там, ещё кого-то, ты борешься с гегемонией определённого дискурса, к определённому... Ой, я дивергент, мама! Кем ты хочешь быть, когда вырастет, мама, дивергентом? Да, поэтому... Поэтому вот и вся наша кунская деятельность на этом построена. Мы за пропаганду науки. Нашими, не самыми, культурными. Ключевых условий у нас два. Либо резкий рост спроса, либо хроническое превышение спроса над предложением. Первое происходит в случае кратковременного дефицита, пока предложение не подстроится под изменения и не выйдет на оптимальный уровень. Ну, я могу вам заспойлерить короткие содержания всего этого блока, длиной минут 15, рыночек порешает. Ну, рыночек порешает. У нас будут аргументы конкретные, да, ну, там, дальше. Пока просто пусть говорят. Второе уже сложнее. Опять же, опять же, я тоже считаю важным. Если эти аргументы вам кажутся в чем-то правильными, изучите их. Я вот, знаешь, я говорю, откуда я вот эту тему про культурную гегемонию на своем опыте вынес. Я родился на Украине в Харькове. И я вырос в среде, в которой мне рассказывают, Бандера и Шухевич, все наши величезные герои, мы должны их любить. Ты давай поосторожней, чтобы тебя потом мало ли не пучат. Нет, нет, я знаю, что говорить, здесь ничего страшного. То есть мне вот это все рассказывали. Я с этим был не согласен. Я опять же сейчас, да, я слежу за вами, чтобы не сказать ничего, за что меня не впустят больше. Но я вот с этим боролся всегда. Для меня это была большая проблема. Мне говорят, мы тебе не дадим аттестат, мы тебе оценку не поставим. Если ты не напишешь про то, что вот так, вот так, вот такой взгляд правильный, а такой нет. Но я прям переживал, типа, ну я не хочу это писать, еще что-то. А потом до меня дошла простая мысль, что если я хочу с чем-то спорить, я должен это знать лучше, чем тот человек, который мне это спорит. В итоге, когда я изучил всю вот эту идею украинского национализма вот и до вот просто насквозь, я писал уже спокойно, потому что я знал, вот сейчас я пишу вот так вот, потому что это так надо, но в случае чего я легко могу объяснить, почему то, то и неверно. Поэтому если люди, я действительно за пропаганду науки и за то, чтобы наука развивалась, в том числе экономическая и политэкономическая. Если эти аргументы вам кажутся сознательными, интересными, изучите, перейдите на его канал, мне не жалко, честно. Ну я не знаю, Стас, прости. Я буду заходить тупо дизы ставить. Да, но его аргументы в случае того, чтобы лучше, знаешь, лучше сомневающийся капиталист, условно говоря, лучше сомневающийся мейнстримщик, чем уверенный в себе до последнего, блин, капилляра своей жопы в идеях коммунизма. Нет, это несомненно. Я вот среди, я вам скажу, что среди коммунистов, вот если в процентном соотношении смотреть, я считаю, что среди леваков, леваков, идиотов намного больше, чем даже среди правоков. Нет, ну просто ты живешь в этой среде. Я не то чтобы живу в этой среде, но я вот недавно общался с людьми настолько правыми, что ты даже себя не представляешь, да, я ездил и прочее. И при этом вот у них зерна сомнения постоянно. То есть, когда я, например, с ними общаюсь, если я им начинаю что-то рассказывать, какие-то свои тирады, то они задают вопросы, и я иногда, типа, не могу ответить. Я такой, слушай, ну вот это интересный вопрос, я не знаю, надо будет мне разобраться, и все. Ну, и они, типа, при этом нормально относятся и сомневаются, и не говорят, ну вот видишь, типа, и прочее. А леваки, они, ну я не знаю, вот у меня как бы такое. Нет, оно тоже понятно, то есть в условиях гибридного, ну полуавторитарного режима реально в сфере политики остаются только конченые шизы, которые вот реально просто вот уже, ну даже понимая, что они ничего изменить не могут, они все равно верят в какую-то вещь, ты более радикальным становишься, это правда. Но... Радикализм это плохо. Да, радик... Нет, нет, опять же, радикальное желание что-то изменить... Нет, радикализм во взглядах. Нет, нет, я имею в виду, что радикальное желание что-то изменить, это понятно, но радикальная уверенность в чем-то, вот железное, что тебе вообще не просомневать, это всегда плохо. Вот, Егор, на почве таких вот этих мы с тобой подружились, потому что мне нравится. Егор, он всегда, типа, шизанутый просто, шуя ВПШ. Дефицит из-за роста спроса, он кратковременный, он может быть вызван совершенно разными причинами. И вот с этим мы не спорим. То есть, окей, пусть он... Окей, ты очень грамотно, вот Баженов реально очень грамотно разбивает тезис, которого не было. Реально очень круто. Я здесь согласен с каждым словом. Я не знаю, давайте я вот дальше... Все, что он говорит дальше, он, наверное, это стоит перемотать. Вот когда он перейдет к следующему ему тезису, который, я надеюсь, будет реальным, а не выдуманным Баженов, там без проблем. Здесь он разбивает то, чего я не говорил, и он делает это грамотно. Здесь вот в данном случае он доказывает, что рынок способен разрешить вопросы, спросы и предложения. Да ни хера себе, а то мы не знали. Как удивительно. Да, действительно, особенно когда я говорил про советскую экономику, там же рынок действительно все решал. Я говорю, это разбор того, чего я не говорил, поэтому я не вижу смысла. Давай перейдем, наверное, дальше. Опять же, я вот о чем. Мы промотали, потому что с тем, что он там говорит, мы не спорим. Это действительно он прав в этом. Одним словом, как ни крути, такой дефицит в рыночной экономике достаточно быстро преодолевается. Но вот с дефицитом второго типа все многим хуже. Такой дефицит возникает, когда вводится прямое ценовое регулирование. Получается, что цена товара систематически ниже той, кто этот блок, можно назвать, план не порешает. Но здесь нам рассказывают про ужасы планов. Получилось бы, если бы этого регулирования не было. Спрос систематически выше предложения, и мы получаем хронический дефицит. И ладно, если бы речь шла о каком-то конкретном, уникальном или внезапно ставшем... меня радует все время, как они вот эти вот кадры показывают, как будто это уникальное для Союза явление, но если посмотреть на Черную пятницу в Соединенных Штатах, там же убивают даже за возможность что-то купить. То есть я не оправдываю, опять же, Советский Союз. Проблема-то очевидна. Проблема культурного посыла, да, то есть я показываю, вот это плохо, вот это вот гадость, но опять же, Черная пятница, это тоже вот он как раз, это вполне рамках того, что он говорит, что типа вот в короткие периоды оно разрешается, вот когда, он бы тут сказал, что вот как раз Черная пятница, когда резко скидки, огромный поток людей, магазины не справляются, ну и все такое прочее. Это ладно, с этим мы не спорим. Просто сейчас тезис какой, что в плановой экономике, вот это уже важно, это уже серьезная заявочка, попрошу заметить, что в плановой экономике всегда хронически предложение меньше, чем спрос. Ну, давай посмотрим. Ну вот. В тем товаре, в Советском Союзе в хроническом дефиците были товары потребительского профиля, от автомобилей до мясных продуктов, овощей и фруктов, и даже услуг. А мне нужны осенние тупли, я, например, не могу купить уже полтора года. В чем же причина хронического характера дефицита в СССР? На самом деле, есть разные ответы. Например, экономист Яныш Карнаи акцентировал внимание на мягких бюджетных ограничениях производств, которые позволяли предприятиям работать... Почему здесь винится во всем плановая экономика, если мы, допустим, с тобой уже определили, что вина была в том, что коммунистическая партия не хотела... Здесь уже чисто такой стопроцентный либеральный классический дискурс. Вот здесь вот используются классические аргументы, которые любят Ежесармат, там еще какие-нибудь вот эти интернет-борцы применять, и которые массово вообще не нужны. Ребят, пожалуйста, запомните. Вот вся вот эта вот публика, социалист, капиталист, все вот эти срачи, это бесконечно далеко от населения, от того, что ему нужно. Это вот узкая наша тусовка, и давайте не строить больше, чем... Ежесармат, ему кроме чистых штанов в принципе ничего не нужно. Ну вот, что вот это классические аргументы того, как надо спорить с социалистами. Да, вот сейчас вот это вот будет, и мы ответим по сути. Я просто говорю, к чему... Рыночек, это хорошо. Ты тупой коммунист, рынок хорошо. Вот что ты объясняешь. Это-то понятно, это классика, но я имею в виду, если конкретно в данной ситуации о том показывать дефицит, дефицит возник из-за ошибок управления коммунистической партией. А вот он... Но в то же время, допустим, в Соединительных Штатах было кое-что похуже, была Великая Депрессия. Не-не, Стас, ты сейчас ему на руку играешь, потому что он как раз именно это и объясняет, что в отличие от Великой Депрессии, которая началась и закончилась, плановая экономика всегда была неэффективной, и фактически Великая Депрессия в Советском Союзе никогда не начиналась, никогда не заканчивалась. Она там всегда была, что люди никогда не могли получить то, что им нужно. Вот это и вот эти сейчас. Это же неправда. Вот сейчас как раз разберемся. Деньги освоить, а вот рентабельность это не про нас. Вот кружечка, оригинальная, маленькая, емкостью 250 грамм. Ну, для тех, кому интересно, вот этот вот аргумент про мягкие бюджетные ограничения, что рентабельность не для нас, она, ну, это еще более странная вещь. Это как раз для тех уже, кто в теме, но, честно, предъявляет за то, что не было в плановой экономике понятия рентабельности до рыночного метода доведено, но это, блин, она тогда рыночной бывает. В этом есть логика некоторая. В последнее время ее купить невозможно. Косторга от старшего товароведа. А почему как происходит, Вера Николаевна? Потому что завод Красный Металлист в 68-м году вместо 100 тысяч кружечек выпустил в 5 раз меньше. Все жалуются, что их очень мало, но посуде планируют в тоннах. Так что, сами понимаете. Но давайте рассмотрим ситуацию не с технической стороны, а со стороны фундаментальных трудностей, которые встречает социализм любого типа, основанный на централизованном планировании экономических процессов. Зачем? Я тупой, понял. А, я тупой. Я всевозможными, ой, всеми возможными способами показывает, какой я тупой, действительно. Кто-то во время прямой трансляции мог на секунду что-то прочитать, задуматься о чем-то и начать отвечать мне. Это просто по фактам. По всевозможным фактам. У нас есть два типа сложностей. Первый тип касается доброжелательности и добросовестности планировщика. А второй сбора, трансляции и обработки информации. О, ну, наконец-то. На 13, на 12-й минуте у нас пошло что-то по делу. Хотя, в очередной раз я сейчас разберу этот аргумент, я буду оспаривать аргумент, которого я не говорил. По сути, я говорю о каких-то вещах, связанных с дефицитом, а мне в ответ, ну, слушай, ты тупой коммунист, потому что на стриме зависит, потому что коммунизм в принципе невозможно, а значит, ты тупой. Хотя я никогда не говорил, что я коммунист, и я коммунистом не являюсь, но тем не менее. Здесь он уже использует «давай-ка, Баженов, мы тебя сейчас сотрём на твоём же поле». Итак, второй аргумент, первый мы разберём после него, это важно, сбор, трансляция и обработка информации. Или, как он ещё называется, калькуляционный аргумент. Споры на тему планирования длятся уже очень-очень много лет. До сих пор выборэкономисты разных стран мира пытаются выяснить, возможно ли экономика без рыночных механизмов, и если возможно, то будет ли она эффективнее рыночной. Когда началась Первая мировая война, экономики всех стран мира начали в той или иной мере отказываться от рыночных инструментов распределения и производства ресурсов в пользу прямого планирования. Рынок был недостаточно эффективным и в условиях военного времени ярко проявлял все свои недостатки. Наблюдая за этим, австрийский экономист Отто Нейретт написал книгу «Экономический план и расчет в натуральном выражении», где прямо заявлял о нежизнеспособности рыночной экономики и приводил множество доказательств своей позиции. Его работа вызвала настоящую бурю в экономических кругах. На фоне Октябрьской революции и разрушения множества империй после Первой мировой позиции Нейрета выглядели очень убедительно. Консерваторам нужно было ответить. Именно так. Спустя год появляется работа Людвинга фон Мизиса «Экономический расчет в социалистическом содружестве». В ней вы не поверите. Американский экономист соглашался с критикой рыночной экономики. Он разносил ее не хуже Нейрета и даже добавлял свои мысли на этот счет. Но после всех этих рассуждений Мизис добавил, что плановая экономика еще хуже, так как она попросту невозможна. Без свободно устанавливаемых на рынке цен люди не смогут обмениваться товарами, поэтому ничего лучше рынка, каким бы плохим он ни был, человечество придумать и не сможет. Именно так и родился крайне распиаренный в среде экономистов калькуляционный аргумент. И чтобы объяснить его смысл, нужно подробнее рассказать об основах экономики. Почему одни товары обмениваются на другие? Как мы понимаем, что пицца стоит 400 рублей, а бутылка молока 80? На этот счет существуют две противоположные позиции. Одни экономисты считают, что дело в полезности товара для потребителя и обмен товарами это в своей основе обмен полезностью. А другие экономисты считают, что все дело в объеме затраченного труда. Адам Смит, Карл Маркс, Ленин были сторонниками как раз последнего подхода. Он называется трудовой теорией стоимости. Именно из нее и появляется идея плановой экономики, где деньги просто не нужны. Если в основе всех товаров в мире лежит труд, то зачем нам деньги? Мы будем просто обмениваться товарами, соотнося их по затраченному на их производство времени. Именно так подумал основатель лондонской биржи трудового обмена. За каждый принесенный на биржу товар вы получали трудовой талон, за который вы могли купить любой товар, на производство которого было затрачено столько же времени, сколько и на ваш. Как вы думаете, была ли эта идея успешной? Ну, судя по тому, что мы до сих пор используем деньги, не очень. Биржа оказалась завалена абсолютно бесполезными товарами и закрылась. Именно так на практике была доказана идея Маркса о свободном отклонении цены от стоимости. Говоря проще, без денег в рыночной экономике никуда. Мало знать о том, как много человеческого труда было затрачено на производство товара. Еще нужно знать о том, насколько нужен товар людям, когда именно он нужен, где он им нужен и множество другой полезной информации, которая и заключается в цене. Так что стоимость плюс информация это цена. Цена товара может формироваться только при свободно устанавливаемых ценах, то есть при условиях рынка. Идея Людвига фон Мизеса заключалась в том, что кроме цен никаких других способов собрать и обработать эту нужную для экономики информацию просто не существует. В этом и заключается калькуляционный аргумент. Ему уже больше ста лет. И с тех пор немало было сделано и для его опровержения, и для его усиления, но теперь спустя сто лет мы можем уверенно утверждать, что в нем нет ни малейшего смысла. Мы видели СССР, в котором плановая экономика существовала и которая вполне могла распределять ресурсы и без свободного рынка. Мы видели появление и развитие совершенно нового вида экономической науки экономики планирования. Да, сейчас эти знания на грани забвения. И публично идея о плановой экономике высмеивается. Но знаете, что уже создано множество работ в этой теме. Одними из самых важных работ в этой области являются работы Леонида Конторовича, который открыл метод линейной оптимизации и в целом сделал множество важных открытий в вопросе организации так называемой натуральной экономики. То есть экономики, где улучшение уровня жизни населения это вопрос наличия ресурсов и правильной их организации, а не воли каких-то там рыночных богов. Развитие вычислительной техники, телефоны в ваших руках, датчики в ваших домах и городах это лучшее доказательство, что технической проблемы в сборе и обработке экономически важной информации уже давным-давно не существует. Вопрос лишь в том, как организовать систему, которая смогла бы правильно осуществлять эти вопросы. Но это уже совсем другой, не менее интересный вопрос. Так, с этим разобрались, а теперь добросовестность и доброжелательность планировщика. Да, почему это вот как бы в таком порядке, потому что вот второй аргумент калькуляционный это такая классика, ну вот как в общем-то, да, это просто уже, не знаю, сто лет мы до сих пор с этой штукой живём. У тебя есть 40 источников, чтобы утверждать это? Надо проверить. У меня есть график на эту тему. У меня есть медуза. В принципе, ресурс не очень, но вот конкретно вот этот материал реально хороший. А вот первое, я внезапно ну даже удивился, когда вот это смотрел, потому что так, подождите, добросовестность планировать, что-то как бы вот странное, потому что да, вот в либеральной литературе, ну вообще вот этой вот, скажем, антисоветской, антикоммунистической, антисоциалистической, можно строить что угодно, но вот эта штука, я как-то вот что-то вспомнить не мог. Я начал искать, искать, типа где эта хрень вообще встречается. А ты объясни, в чём тезис. Сейчас, сейчас, да. А внезапно оказалось, что удар пришёлся откуда не ждали, что вот эта вот вещь о том, что, идея о том, что советская экономика в принципе была нежизнеспособной, потому что партнер-номенкулатура будет всё решать для себя и всё будет уничтожать, ну просто не сможет политически всё распределить. Конечно, перессорятся. Да, все перессорятся и будут в пользу себя решать, с населением поругаются и всё такое прочее. Я понял, где я это впервые услышал и почему это мне показалось знакомым. Я это встретил у нашего дорогого коммуниста. Да, коммуниста Сафронова. И вот ещё, значит, при переходе на рыночные цены мировые конкурентоспособными оставались только фондоёмские отрасли. ТЭК, химия, металлургия и отдельные виды ВПК. Всё остальное, лёгкие, многие виды машиностроения было неконкурентоспособно. То есть, АСПР позволило перед переходом к рынку просчитать последствия перехода с тем, чтобы идти в рынок уже с открытыми глазами. Поэтому люди, которые тогда пришли к власти, они решили, что вот эти последствия это допустимые последствия. Потому что вот этот нарратив об АГАЗ, с которым я немножечко полемизирую, говорит, что вот если бы АГАЗ создали, то вот коммунизм бы наступил. Вот тогда бы, значит, всё было бы по правилам, компьютеры не ошибаются, все потребности бы учли и, значит, всё бы вот и заработало. Жили бы мы уже при коммунизме. АСПР умела обеспечивать техническую сбалансированность и непротиворечивость планов. Вот. А что АСПР не умела? Она не умела задавать цели развития. Она работала с теми целями, которые в неё закладывали. Если в неё закладывали цель перехода к рынку, она честно рассказывала, чего, во что обойдётся переход к рынку. Она ещё, надеюсь, позволит нам более трезво смотреть на то, достаточным условием являются развития компьютеров для обстроения коммунизма или всё-таки не совсем достаточно. То есть, либертариан, ну, сторонник рыночка берёт аргументы у коммунистов. А знаешь, почему он это делает? Потому что, в целом, Сафронов коммунист, но вот именно вот этот аргумент, вот он у него нормальный. Да-да-да. Даже оставил у него, вот то, что, ну, как бы, ну, молодец, молодец. Да, то есть, а вообще, кто такой Сафронов и что это такое? Человек занимается очень важным делом, он изучает архивы Советского Союза. Внезапно, какой кошмар, надо изучать советскую экономику, оказывается, не по западным книжкам, которые во время Холодной войны писали, а по Советам. Какой кошмар, боже, вообще ужас, как такое вообще может быть? И после этого он вот у него, у него крадёт аргумент. Как раз, да, этот аргумент и украил, потому что Сафронов очень к интересному... А там ссылочка есть на Сафронова, кстати, в описании? Ну, надо посмотреть. Вот, кстати, Баженов, а вот это уже, знаешь, одно дело там по поводу экономики, социализма, коммунизма спорить, это удел недалёких вроде нас с Егором, ну и тебя, кандидат экономических, филологических, и бог ещё знает, каких наук. Короче, Баженов, это конкретный вызов, не мог бы ты показать, откуда эта идея была взята? Если это твоя собственная идея, не мог бы ты показать ролик, в котором ты её впервые озвучил, а мы уже сравним, когда её озвучил Сафронов, потому что что-то твоя работа с источниками-то, даже уже работа с источниками вызывает сомнения, кроме вот этого ролика. Вот этот ролик норм, да, основной. В целом не очень, но вот этот ролик норм. Не получилось докрутить шутку. Но, тем не менее, ты пойман за руку, как дешёвка. Ты лжец и, главное, вор. Ты пойман за руку, как дешёвка, потому что ты лжец и дешёвый подрез, ты дешёвка. А знаешь, почему он дешёвка? Потому что спроса на него нет. Рынчик порешал. Рынчик порешал. Ты вот рынчик отставишь, он тебя порешал. Теперь давайте просто подумаем. То есть, Сафронов очень много своего времени потратил на то, чтобы вот эту идею донести и объяснить, что советская экономика смогла решить все технические проблемы к 80-му, 70-му году или даже ещё чуть раньше. То есть, вопроса чисто посчитать, обработать не было. Но возникла другая проблема о том, что приходят к тебе министр экономики, министр тяжёлой промышленности и говорят, вот у вас есть сталь, она мне нужна, на станки нужна, чтобы больше стали было. И в это время приходит министр там, не знаю, какого-нибудь автомобилестроения, то есть, вообще неважно, были они или нет сейчас условно. Да, всевозможные министры приходят. И говорят, нет-нет, это мне нужно. То есть, ты понимаешь, мем стал. Это мне нужно, чтобы автомобилей в Советском Союзе было больше, чтобы люди могли ездить. То есть, дайте мне эту сталь. И в этот момент вопрос, который при рынке решается, мягко говоря, никак, то есть, тупо не решается, кому повезло, кто там первый схватил, пролоббировал ещё кто-то, ещё в таком духе, при плановой экономике должен решаться политически. И это, ай-яй-яй, оказывается, он называет это сложности производства при социализме. А когда Илон Маск получает невероятные бонусы на строительство заводов и прочее, а это уже как бы... Это другое. Это другое. А вот это вот уже гениально. Да, то есть, добросовестность планировщика в данном случае... Мне кажется, рыночек легко для себя отвечает на этот вопрос. Да. Добросовестность планировщика, это он, конечно, так более удобно для себя назвал, но по сути это то, что экономика при плановом её устройстве становится очень-очень политическим вопросом, что всё должна решать политика. И в этот момент, ну то есть, там дальше тоже ещё минут пять будет рассказываться о том, как это плохо, как это ужасно. Я просто думаю, подождите, люди, сколько раз уже возникало огромное количество конфликтов, бунтов и всего прочего на тему того, что Google, Apple, ещё какие-то частные корпорации частным образом просто взяли и сказали, а пошли вы нахер. То есть для кого-то Google это ГУЛАГ? Ты понял? Да-да-да. Надо им Дудов сделать. ГУЛАГ, знаешь, как у них обычно. ГУЛАГУ. 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 Найдутся все, посадим всех. Посадим всех, хорошо, ты хорош. Да, но в любом случае... Сядут все, вот. То есть получается, у вас при социализме над такими корпорациями появляется политический контроль, и вы можете методами политического воздействия с ними что-то сделать. То есть да, у вас там не корпорация, а министерство, там информации какой-нибудь будет, там любви, министерство, там тяжёлой промышленности, ещё что-то. Да, это политический вопрос. Да, он должен решаться, и безусловно, я в этом плане очень ценю вот эту работу Сафронова, то есть его вот измышления и прочее, которые мы с ним обсуждали уже не раз, что это правда. Одной из огромных проблем Советского Союза в целом является вопрос того, как организовать это. Но, опять же, утверждать, что это в принципе неразрешимая проблема, это просто херня. Разберём каждый по отдельности. Итак, Стас, для начала допустим, что в системах планирования нет вообще трудностей со сбором, трансляцией и обработкой информации. То есть он представляет, что даже в случае, если калькуляционный аргумент не важен, то всё равно будет проблема. Ну давайте узнаем. Поднимай для того, чтобы решить, что производить, для кого и как. Представим, что нет никакой чисто инструментальной сложности в том, чтобы спланировать хотя бы не хуже, чем это происходит на рынке. Да, вероятно, рынок прекрасный. Знаете, когда вот у нас бесконечные вот эти кризисы и ещё прочее, так прекрасно всё спланировано. Ух, план никогда до такого не дорастёт. Рыночек порешал, боже мой. Короче говоря, у нас есть правильная модель, бери, вычисляй, распределяй. Но именно тут мы вспоминаем о том, что в системе решения в конечном итоге принимают и формулируют люди. Фактически это означает, что именно люди будут выбирать цели. Средство же вычислительная модель. Планировщикам, министерским бюрократам и директорам предприятий вряд ли чужды чисто человеческие желания. Ну, извлекать ренту, злоупотреблять властью и полномочиями, ставить свои личные цели выше общественных. Этот магазин на Тверской, тогда на улице Горького, снабжал... Это такая нутная ставка. Да, про Елисевский магазин, мы знаем, человек, да, да, всё. Ну, приговорён к высшей мере наказания расстрелу. Вот, представь себя, Стас, на месте планировщика. Причём тут вообще история про Елисевский магазин, когда ты говоришь про номенкулатуру, ну, неважно, это про эти. Я просто вообще изначально он оспаривает тезис, которого не было, но мы даже... Не важно, Что-то мы этого разбили, он тут опять начинает про расстрелы, я просто не понимаю. Ты можешь вот именно мои экономические тезисы разбирать, но те, которые были, а не те, которые ты придумал. Баженов, я иду тебе навстречу, да, понимаешь, к тебе идут навстречу, я уже даже разбираю, точнее, отвечаем, мы с Егором сидим, как идиоты, отвечаем на то, что ты мне предписывал и чего я не говорил, потому что, ну, скучно, давай лучше старайся, а то он еще, знаешь, такой, понимаешь, Стас, он со мной разговаривает как преподаватель, слышишь, с такими преподавателями, я бы сказал, ну, ролик, монетизацию снимут, а я же хочу заработать, я же не ты, ты этот рынок порешал, а мне сейчас с ним трудиться. Ты больше рыночный, про рыночный человек. я капиталист, я этот. Допустим, что ты никогда не врешь самому себе, все вроде как находится в общественной... Да, тупой, опять же, вот эти... Человек смеется? Человек смеется, он, значит, тупой или что? Не, не, опять же, это все для создания вот этого антуража, да, вот такой вот глупый человек, вот он ни в чем не разбирается, вот он баженов вещает. То есть он использует все возможные способы, да? Всего, да. Баженов, вроде, по твоим словам, обсираюсь я, а штаны в ковне у тебя, блин, а как ты работаешь, непонятно. Управляешь этим ты. В капиталистическом обществе ты бы работал на прибыль, а тут ты ее не получишь. Появляется ли стимул у тебя извлечь ренту, то есть непроизводительный доход? Ну, например, поставить цель в системе планирования, при которой будет создан искусственный дефицит, а ты бы при этом смог извлечь из этого коррупционный доход путем решения вопросика для конкретных кабанчиков. Стимул такой, очевидно, есть. Ну, наконец-то ты понял! Вопрос в том, получится ли тебя от этого удержать? И речь, понятное дело, совсем не про совесть. И он нас запустил... Опять же, при чем тут магазин Елисеевский к наменку? Ладно, окей, допустим, типа покупку... Хорошо, хорошо. В условиях, когда в экономике все вопросы решаются внутри некой абстрактной структуры под названием система планирования, то есть сдержки и противовесы. На самом деле, сдержки и противовесы далеко не идеально работают даже в либеральных демократиях. Но ни в одной из них нет таких... Либеральная демократия! Это же эксимарон! Нет, это... Звучит как эксимарон, я не знаю, те либералы, которых я знаю. Типа они же запрещают абсолютно всё. Нет, это российская чистая херня, да, это действительно в наших условиях это смешно, но вообще либеральная демократия это вполне нормальный политический ферн. Я поюхожу, для меня как для россиянина, это звучит смешно. Для нас, да, для Будвана. Для меня это звучит смешно. Да, потому что, ну, опять же, это отдельно надо про Россию тогда уже говорить, но действительно, либерал в условиях России это, ну, без пяти минут фашист всегда. Потому что, да, ему хочется в рыночек строиться, население против, но и остаётся только сочинять историю о том, что тупое население ни хера не понимает и вообще не знает о том, как надо экономику обустраивать. Да. Полномочий, которые предполагает централизованное планирование. Все вопросы решаются через центр. Даже в коммерческих структурах возникают агентские проблемы. То есть ситуации, когда менеджмент корпорации работает прежде всего на себя, а не на каких-то там акционеров или собственников предприятия. А уж в централизованной плановой системе очень сложно представить себе, что вокруг будут одни альтруисты, а личные цели не станут волновать людей с властными полномочиями. Вся история же нам говорит о другом, на самом деле нет. И очень скоро эпизод со взяткой на Серпуховской фабрике превратился в 800 уголовных дел, возбуждённых в Узбекистане, чтобы выяснить объёмы хищений государственных средств, перечисленных в республику Захарова. Вы только главное помните, ребята, «Россия-1» канал в целом не очень, он пропагандистский, но вот именно вот этот материал, вот именно вот этот, он так же, как и «Статья в Медузе», точно соответствует действительности. Потому что, да, некоторые источники, например, там «Радио Свобода», но вот именно конкретные материалы, там «Камикадзе-Ди», например, там были нормальные. К расследованию привлекли целый научно-исследовательский институт. «Ущерб стране», прежде всего Узбекистану. Я хочу, чтобы доля государства, ну вот у Баженова такие взгляды, я хочу, чтобы доля государства была просто минимальная во всем бизнесе. И вот части бизнеса при этом вставляют в доказательство своих слов репортаж с государственного телеканала. Не, ну это такое. Ну как такое? Ну типа, я имею в виду, ссылаться на государство, у них есть повесточка, они ее удовлетворяют. Неужели ты по-твоему государству платить? И ты этого не понимаешь? Ты, если ссылаешься на источники, то ты как бы, ну пусть они будут независимы? Ладно, это пример, нет, в данном случае это более забавно, потому что это просто пример того, что в советской системе были использования государственных ресурсов в своих личных целях. Но в любой системе не будут. Я говорю, вот сейчас давай дальше посмотрим, я это прокомментирую. Оценивался порядка 10 миллиардов рублей. Кстати, в крупных государственных компаниях, занимающих доминирующее положение, в системах, где преобладают так называемые национальные чемпионы, уж больно часто встречаются именно эти проблемы. Менеджеры таких компаний искусственно создают дефицит, то есть разного рода проблемы, решить которые можно, если вы готовы договориться. Кстати, ролик о том, почему коррупция зло, можно посмотреть, кликнув вот здесь. Нам граждан... Коррупция это плохо. Коррупция это реально плохо? Чувак спросит, что я объяснил. Пользуется своими властными или административными полномочиями. За примерами далеко ходить не надо. То в Москве вагоны, метро и электробусы покупаются у компании, принадлежащей внезапно, министру транспорта Москвы, то все строки в какой-нибудь крупной госкомпании замкнут на одного-двух подрядчиков. Близких, сами знаете, кому. Слушай, ну вот, а какой, допустим, какую страну... Я сейчас опять же... Теперь я не ватник, да? Я предпочитаю остаться совком, тупым, а не ватником, опять стать, какими меня называли в 17-м году, но тем не менее. А какую страну можно привести в пример, где подобного не происходит? По-моему, это везде. Нет, нет, опять же, Стас, я могу понять, что он говорит. Я сейчас это отвечу. Ну, опять же, чтобы зрителям было понятнее, аргумент о том, что единственный способ снизить вот эти вот проблемы, о которых он вот озвучивает, коррупция и прочее, это максимально исключить государственный фактор из экономики, о чём я говорю. Ну, понятно, но рыночек порешает, понятно. Да, 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 то есть, и вот он развивает, что социализм – это абсолютное зло, потому что в нём роль государства, она максимальна. И получается, он сравнивает текущую систему России, вообще вот эта известная пара эстетали, странно, что это слово не прозвучало, оно обычно здесь должно звучать, что вот эта вот вся история, она... Стой, извини, пожалуйста, то есть, он сейчас, заметь противоречие, он за минимальное участие государства, и при этом он сейчас вот в этом же отрывке хейтит государство за то, что оно частным лицам отдало реализацию этого того честного знака. Он же о том, что это частным лицам не на рыночек, а конкретным лицам. Вот в чём история. То есть, лицам, которые конкретно близки. Вот в чём история. Они тендер проходили, ты же в курсе, что они тендер проходили, что они его выиграли, всё. Государство там не вина, они просто оказались лучше. государство поручило инициативу на шесть люди, которые ее сделают. Они проходили тендер, они убедили всех, что они более эффективны, сделают намного лучше. Твой же аргумент. Ты понимаешь, какой ты экономист, ты сам себе противоречишь. На честный знак, я просто, этот вопрос мне очень помогало. Там тендер, как бы можно сказать, что его не было, но условно он был. То есть, по сути, их выбрали, потому что они лучше и эффективнее с точки зрения твоего любимого рыночка. То есть, они сказали, что они там сделают дешевле и прочее. Хотя, по факту-то, ни у кого просто больше не было ресурсов для реализации таких инициатив. А если бы честный знак делался государством, ты бы обрадовался, например? Ты бы сказал, нет, пусть это занимается честной компанией, частной, которая лучше сделала. Но согласись, я правильно подметил. Это глупость с его стороны. Да, но опять же, глупость здесь большая в том, что он сравнивает систему с плановой экономикой, преобразованной в рыночную, когда у нас целое министерство дается в частные руки, с ситуацией, когда у нас государство все контролирует. То есть, типа, у него есть такая градиентная шкала, где государство минимум, государство максимум, соответственно, добро и зло. И вот, получается, Советский Союз и Россия не сильно-то и отличаются друг от друга, потому что, ну, типа, тут вот просто частным людям, но все-таки своим, а там вообще только чиновникам. Но, извини, ты хочешь сказать, что Алишер Усманов и любой чиновник Госплана – это хотя бы близко сопоставимые вещи? Это вообще разные вещи, абсолютно. Потому что Алишер Усманов действует по рыночку внезапно. И более того, по мировому рыночку. То есть, Россия в данном случае встраивается в систему международных отношений в качестве полупериферийного. Тебе же это должно нравиться. А у Сатина системный анализ ненавидит. Он тоже и Камула собирается разоблачивать. Ну, это я с удовольствием посмотрю. Главное, чтобы он там смог понять, что Камулов прочитал все возможные книги. Но, смотри, не, просто получается абсурд. Алишер Усманов – это как раз-таки человек, который получил, приватизировал государственное предприятие, которое… Тот же самый Потанин. Он приватизировал государственное предприятие, которое было успешным, да? Тот же самый Нурникель. А сейчас оно категорически неуспешно, потому что там и люди умирают, и в целом, как бы, деньги напалиносят, оно разваливается. Так где Атлант, который решил не расправить плечи, а расправить Нурникель? Это и есть вся сущностевая идея о том, что вот для того, чтобы Россия стала жить лучше, ну, я же все ведёшь его, надо Атлантам всё отдать. То есть, у Усмановых отобрать, то есть, отобрать и поделить вот эту идею, над которой смеются, это же идея в сущности именно вот таких вот людей о том, что отобрать у государства поделить между своими. Коммунисты никогда не выступали заотнять и поделить, а не заотнять и обобществить. Жену внезапно чего-нибудь. Баженова. Да, я совсем знаю. У него нет жены вроде, или есть? Нет, есть вроде. Охренеть. Подруга моей соболезнования. Она такая, дорогой, купи мне что-нибудь. Она такая, дорогая, рыночек порешает. Так он о маркировке товара. Нет, сама заработает. Я что, тебе? Рынчик, давай порешать, да. Пару-тройки фирм, производящих эту самую маркировку. В общем, примеров полно, даже в современной России. Apple напрягся, в общем. Стас, давай суммируем. Во-первых, больше полномочий, больше соблазна. Во-вторых... Давай суммируем, знаешь что? Ты предписал мне тезисы, о которых я не говорил, разобрал их, но даже в этом обосрался и сейчас разобран по факту. Вот это мы суммировали, Баженов. Классно, да? Даже в простых процессах человеческого взаимодействия больше бюрократии. В-третьих, больше бюрократии хуже отбор. В общем, наивная предпосылка доброжелательности планировщика слишком уж далека от реалий. Ты же сам политикам не веришь, Путина ругаешь, Навального хейтишь, с Рудым вон поругался. Если Рудой станет политиком, я уеду назад на Украину. Там жить будет лучше. Где же ты собрался взять столько добрых и чистых сердцем планировщиков? Суть вот этой темы про добросовестного планировщика, она вся сводится к тому, что в итоге все будут воровать, все будет очень плохо и надо будет расстреливать гулаги, дефициты. Именно из-за этого были репрессии и так далее, и так далее. То есть плановая экономика – это всегда путь к огромным-огромным репрессиям. Без репрессий она не существует. Откуда эта херня появилась, знаешь, внезапно? А очень просто, что изначально же предполагали, что плановая экономика невозможна в принципе, а потом Советский Союз появился и сумел даже в войне победить. Думали, блин, а как же это возможно? Как же это возможно? Начали искать скрытый рынок, что там где-то скрытый рынок есть внутри вот этой вот плановой структуры, но мы его не можем понять. Ну, западные, я имею в виду, экономисты. Не советских же читают, да, как Сафронов, надо западных обязательно изучать, по ним Советский Союз. Ну, конечно. Вот. А второй вывод, что нет, просто всех расстреливать надо. Но на это я могу ответить очень просто. Вот, знаешь, я понял, что да… Могу, очень просто надо. Да, да. Баженов меня убедил. Он убедил меня, что социализм – это плохо, а ну, знаете, я так подумаю, капитализм – это плохо. Да всё плохо. Да, то есть. И так что я теперь убеждённый феодалист. То есть откажешься даже от магазинов, да, нам товары? Ну, конечно, но ты просто представь. То есть как вообще можно представить себе систему, в которой ты сам берёшь товар, сам идёшь на магазин и деньги отдашь? Это же какой масштаб репрессии нужно устроить, чтобы никто не воровал? Это вот в каждом магазине над каждым человеком должен быть охранник, который будет его расстреливать, если он не туда понесёт. А половина либертарианцев сидела, половина охраняла. Да, так что… Половина либертарианцев покупала, половина продавала. Но в любом случае, рассказы о том, что всё это обязательно репрессия ГУЛАГи – это типичная реакционная история в любую эпоху. То есть серьёзно, люди, если вам это интересно, почитайте, что писали после разгрома Наполеона. Ну, просто разные люди там консервативных взглядов, абсолютно всё то же самое, что капитализм и буржуазные республики – это зло. Посмотрите, сколько… А капитализм невозможно построить. Невозможно, конечно. Декабристы – идиоты. Да, потому что самодержавие – это самый благородный строй. Власть, она же от Бога. Конечно. А посмотрите, сколько жертв в результате французской революции. Там реально же жесть была. То есть людей колючей проволокой обматывали, гильотина без конца работала. Значит, всё, капитализм невозможен. Буржуазные республики не работают. Робеспьерты проиграл. Масштаб репрессий, как дешёвка, рыночек порешал тебя. Потому что масштаб репрессий будет просто гигантским. Это типичная история. И она не работает. Потому что рассказы о том, что там в Советском Союзе всех убивали и расстреливали, вот многие спрашивают, почему вы там так солженицей не любите там ещё кого-то? Так потому что всё это звенья одной цепи. Рассказы про массовые гулаги и расстрелы, которые уже тысячу раз были разобраны разными учёными в более или менее серьёзные темы. И уже и не учёными, и всеми просто. Уже вообще всеми разобраны. Они для этого и нужны, потому что так формируется культурная гегемония, определённый дискурс, в котором вам говорят, что любые рассказы про плановую экономику Советский Союз и о том, что Потанин и Усманов, они может быть что-то как-то не очень полезны для экономики. Ну, не говоря уже про Боинги и прочие западные корпорации. Это сразу же путь к гулагу, потому что это всё расстрелы, дефициты. Роутуза гулага. Да, и всё. Поэтому вот как бы вот то, что говорит Баженов, это единственный путь о том, что конкуренции надо вот... Слушай, обычный реакционер, который при этом опирается на какие-то новые, мейнстримные... Да, с плохим произношением. И обменяющие другие. Еле-еле, да, слушай. Типичная херня, честно. Дальше стоит смотреть, потому что, ну, я, честно говоря, уже устал. Я, честно говоря, не знаю. Я тоже устал, но... Крич Баженов, ты меня слил, всё. Ты разобрал целых тезисов, которые я не говорил. Ты целых ноль тезисов, которые я говорил, и кучу которых я не говорил. Ну, классно. Он разобрал все возможные тезисы просто. То есть, я понимаю роль ролика какая. И, блин, у меня мало просмотров, у меня они не растут. О, надо разобрать кого-нибудь, кого я могу в заголовок затронуть. Нет, слушай, но это тоже неплохо. Я тоже так делаю, но если я разбираю... Это понятно, только надо же тогда человека разбирать. А получается, что он сделал? Он так, Стас, ну, что там вообще возится? Пять, семь, восемь каналов. Коммунист. Я, короче, просто расскажу, что коммунизм – это зло. Я не буду разбирать то, что ты писал там. Про остальное, план – всегда проблема. Баженов, ждём вторую часть. Я отвечать не буду, но посмотрю. Да, мы посмотрим, да. Про Камова ждём, про мир-систему я тоже жду. Слушай, ну а какой Камолов, если он обосрался даже с Борисом? Вот этот Мамак Хонжик просто уничтожил. Там это же позор прям был. Выписан из либертарианцев. Ну, ладно, я говорю, честно, смотреть этот ролик смысла немного. Просто это очень смешно. И хороший повод донести пару идей о том, что мейнстрим, в общем, вот так вот он выглядит. Понимаете, в чём суть идеи? Вот Баженов – это, опять же, со всем уважением, как бы смеюсь, не смеюсь, человек, реально получивший кандидатскую, это реально. Ну ничего, робота, 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 научили его шаблонному мышлению. Да, 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 и такие люди, такие люди. Не, не, подожди, а ты обрати внимание, извини, что я тебя перебиваю постоянно, но просто у меня просто самого разрывает. Он же сам, наверное, до жизни просто не знает, он никогда не работал, он бы тогда, мне кажется, понимал вообще. Не, ну я вот просто из-за того, что он из тусовки Светова, что Светов, ребёночек богатеньких родителей, что этот, скорее всего. Но это предположение, я не утверждаю. Ладно, это не важно, потому что чисто теоретически, если говорить с точки зрения этого марксизма, да, чисто политологии марксизма, то это типичные мелкобуржуазные взгляды. Из разряда чего? Буржуазия в целом, это хорошо, потому что рыночек порешает. Просто у нас неправильно. Но вот крупные буржуи, это плохо, потому что у нас всё Усманову принадлежит, Потанину, а вот мы это перераспределим и будет иначе. Нет, ребята, мирсистемный анализ как раз это очень хорошо доказывает, что нихрена подобного. Всё это опять зайдётся между теми же людьми, опять же Украина, а я имею право это говорить как гражданин Украины частично, что это всё так не работает. Собственность идёт еле к новым именам, но с тем же системно людям, то есть тем же олигархам. Ну что мы сейчас и видим, там золотые рудники, как продаются. Янтарды, вообще прекрасно. Ну ладно, тут в общем-то честно разбирать нечего, но вы должны понять, вот так вот выглядят люди, которые управляют экономикой в России и во всех современных странах. Вот этого человека от Набиулиной отличает только один факт того, что Набиулина во власти, и она работает на власти с властью, а этот вне. То есть они оба представители буржуазных рядов, только тот крупный буржуазий, который Усманов и составляет основу нашей России, да, опять же, не только Усманов, там, кого угодно, Абрамович, неважно. Или мелкой, да, то есть тех, за кого Навальный топит. Вы думаете, что он за Тихановскую топит? ЖВ Беларуси. Вот именно поэтому. Это всё звенья одной цепи. Ну ладно, подождите, тут есть на самом деле ещё один перл, потому что, ну, возможно, Баженову всё это покажется, что, ну, мы недостаточно там, наверное, где-то аргументированы, да, хотя, братан, и ты заслужил только реакции, я не знаю, почему, я, в принципе, на это отважился, просто мне было лишний повод встретиться с Егором, потусить и посмотреть вот этот вот твой обсосный видеоролик. Но, понимаешь, если ты доберёшься до более-менее серьёзных просмотров, я же тебя уничтожу, я же тебя в порошок смотрю. Мне пары твоих роликов хватило, например, мне хватило того, что он утверждал, что в Советском Союзе не было микроэлектроники. Это вообще просто ребята из МЦСТ в шоке. Ты им, пожалуйста, расскажи, что ничего не было, что Sun Microsystems потом не покупал их разработки и половина российских микроэлектроников из МЦСТ, ещё тогда не МЦСТ, ну, короче, которые работали над суперкомпьютерами, не ушли потом в Intel и не продвигали эту компанию. Ты им это расскажи. В Советском Союзе не было микроэлектроники. То есть, понимаете, это просто один ролик. Если он доберётся домой более-менее серьёзных просмотров, я решу ему ответить по факту уже, я же тебя уничтожу. Не рыпайся, сиди, разбирай там, я не знаю, разбери экономические тезисы Соболева, да, например. Я бы это даже задонатил. Разбери там, я не знаю, экономические тезисы пыли там с асфальта, да, противника, который тебе как бы по зубам. Не лезь ко мне больше. Не, ну реально, слушай, разбери с точки зрения мейнстрима какого-нибудь Соболева ещё. Кстати, у него есть такой контент примерно. Вот это твой уровень, братан, потому что на человека, который хотя бы 2 плюс 2 может сложить... Это реально интересно будет сказать. Или хотя бы понять, чем все возможные от всевозможных отличаются, да, для такого человека ты, ну как бы легко. Хотя, спасибо тебе, это был повод встретиться, мы реально классно сидели. Хотя я примерно понимаю, что Баженов ответит на мой тезис о микроэлектронике, и я сразу же заранее это парирую, да, причём я просто понимаю, что ты скажешь, что типа она была неконкурентно способна, они не собирались извлекать прибыли, и поэтому все специалисты уехали, так микроэлектроника по сути глобально появилась уже перед развалом Советского Союза. Если посмотреть годы, когда всё это происходило, вот этот вот бум, начало этой 4-й промышленной революции и всё остальное, то, собственно, ответ будет очевиден. Потому что у него в ролике утверждение, что плановая экономика на создание микроэлектроники в принципе была не способна, точнее на создание была способна, но не была способна на реализацию. Конечно, у него там реально, типа, он понимает, что ему скажут, подождите, ну авиация, космос, там ещё где-то, где вот реально мы лидируем, типа это, почему там Советский Союз сумел всё это применить, и это всё изобретение, и инновация. Это другое. Это другое. Это другое, потому что он прям так и говорит, это в некоторых отраслях возможно, а в других, ну, вообще прекрасно. Да, это, знаешь, во всём, в принципе, Медуза как бы говно, но вот конкретно эта статья, вот она хорошая, да, действительно логика. Супер. Просто гений либертарианства, отец русский. Может быть, эти отрасли появились как раз, и в них конкуренции не было со стороны Запада, такое, в которую, что Советский Союз просто подавлял, а нет, херня, вот просто, ну, короче, давайте. Какой же рынчик понешал. До следующего тезиса давайте уже такой. Для него все мы просто шахматные фигуры. И господи, ты ещё и Хованскому поверил, это ж полный набор идиота, братан, ну ты просто пипец. Да ещё и чтобы уживались друг с другом, не перетягивая идеала вне публичной сферы, и чтобы не дрались, как бульдоги под ковром. Но, окей, давайте теперь развернём ситуацию строго наоборот. Слушай, я знаешь, что внезапно понял? Вася Садонин реально хороший оратор. То есть, типа, ну я ему всегда говорил, Вася, тебе надо над подачей работать. Вот я вижу вот это, я такой, слушай, ну Садонин, ну реально. То есть, проиграть Садонин в ораторстве? Я специально неправильно сказал ударение баженов. Представим, что эту проблему мы как-то решили. Все планировщики у нас добро... Представим, что баженов не обосрался в каждом тезисе. ...прядачные, с руками и помыслами чище, чем вещества в посольстве России в Буэнос-Айресе. Чего? Чем вещества в посольстве России в Буэнос-Айресе. История про кокаин, который... Я понял, что эта история про... Ты послышишь, как мы произносим? Чем вещества в посольстве России в Буэнос-Айресе? Да, да, правда. Вообще не у нас брать. Ты, 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 слушай, баженов... Вот дубль, смотри, у меня еще есть прикол такой. Если я запинаюсь, то я либо сразу же переговариваю какую-то фразу, либо ее можно перезаписать. У этого же, извини меня за выражение, опусу был сценарий какой-то, да? Источники были. У тебя источники так же, что ли, написали? А, да стой, говорите, губцы! Какие проблемы? И опять же, ставочки, чтобы создать... Нет, а что, это просто кремляне. Да, чтобы создать фото... Я говорю, главная задача... Он берет клоуна, и такой, ребят, смотри, он клоун! Я, блядь, клоун, я всегда об этом говорил. Клон, который сейчас дает тебе... Я не знаю, самое смешное, это в начале аргумента, в начале видео, я не мог найти у него с чем спорить, я не мог у Стаса, который известный экономист, ведет телеканал, ютуб-канал об экономике. То ли 7, то ли 8, правда, я не знаю. То ли 7 канал, то ли 8, босс, не босс, корейский, корейский. А так вот чуть-чуть отропавшие каналы, да? Вот, там про экономику. Нет, ну, у меня есть несколько каналов, которые я удалял, вот тот же самый Макс Пауэр, но я его не удалил, мне жалко было, я закрыл именно. Бывали каналы, которые я удалял. И, соответственно, это просто прикол показывать в том, что адептам рыночка, что рыночек ему больше информации дает. Что рыночек, да, рыночек ему больше информации дает. У нас возникает, практически. Дело в том, что... Я просто в условиях рыночка коммунист зарабатывает деньги, а либертарианец... Я говорю, у них золотая отмазка, что вы вещаете на тупых, а мы на элитики. Это потрясающие по-своему масштабельные... Я Маркс! Стокгольмское либертарианство. А? Ребят, напишите, как вам, если кто-то вообще досмотрел до этого момента. Информация. Информация при этом передается через систему цен. Но как это происходит? Вот это можно никак не комментировать. Это я уже, собственно говоря, разобрал. Просто для понимания повествования важно было именно в таком отрывке. Нобелевский лауреат Фридрих Август фон Хаек. Хаек, Хаек, господи! Я не знаю, ссылки на Маркса кажутся чем-то, знаешь, таким мавитоном. На Хаека, на Мизиса, на Мизиса. Да, это старе, а что Маркс знает? Нет, у него же не было третьей промышленной революции, четвертой промышленной революции. Даже не про старье, а то, что вот Хаек, Мизис, я не знаю, ну, это так же смешно для человека, который в этом разбирается, как, не знаю, для либертарианцев какой-нибудь Маркс. Ну, типа, аха-ха, что он мог там написать. Ну, проксиология просто загуглите. Такие проблемы у нас возникают? Практические. Дело в том, что рынки – это потрясающие по своему масштабу генераторы информации. Ну, этот тезис мы уже разобрали, потому что это, собственно говоря, Баженов опять. В общем, нужно фиксить, а не отменять. Именно отсутствие свободных рыночных цен приводило к тому, что в СССР спрос был систематически ниже предложения в одних отраслях. Ниже, выше, какая раз перезаписывать не буду, я там на титры подставлю. Ну, все возможные, да. Там наблюдался хронический дефицит, а в других предложение было систематически выше спроса. Никому не нужная продукция, появившаяся на свет благодаря мягким бюджетным ограничениям, лежала на складах или попросту уничтожалась. Но стойте, я сказал уничтожалась в СССР, прям как в капиталистической экономике, да. Нет, внезапно, она не уничтожалась. Она была не нужна, да. Действительно, были проблемы с распределением. Мы Советский Союз не защищаем, потому что защищает Советский Союз в том виде, в каком он, извините, грохнулся, это тупая изъясняка, что он грох. Ты знаешь, что такое Баженов? Ты же знаешь, что такое зашкла? Нет, я имею в виду, мы не защищаем Советский Союз, потому что, очевидно, раз он грохнулся, в нем были проблемы, это очевидно. Просто, опять же, соломенное чучело надо сделать из нас тупых коммунистов, которые нихера не понимают. Мы прекрасно все понимаем. Про Советский Союз мы здесь не говорим. Кстати, можно было бы, но потом... Ты что-то перед ним оправдываешься, пошел. Короче, время поговорить о кризисах перепроизводства. Пока идут бои у магазинов и мокнут под снегом проклявшие все голодные очереди, какие-то люди, вероятно, опять случайно, грузовиками вывозят в лес и сваливают в грязь, под снег дефициты сказочные. Часть в коробках, часть рассыпью по склону. Как только открыли опломбированные двери, здоровенные грузчики попадали от ужасающей силы запаха гнида. Каждый раз, когда я слышу о кризисах перепроизводства, у меня создается впечатление, что со времен промышленной революции их было так много и не были столь разрушительными, что не совсем понятно, как вообще экономика смогла подняться с колен и уж тем более... Искусство делать графики, просто мое почтение. Я прекрасно понимаю, конечно, идею, что капитализм он так развил, потому что расширен, ну, говоря марксистским языком, извините, другого не знаю, тупой. Расширенное производство вместо простого производства позволяет инвестировать в обратный капитал, не только направлять все на потребление себе лично, в гухарю, свинины, но... Ну, реально, господи, что это за график? Ну, серьезно. А почему начать? Наверное, у тебя не было минус тысяча, да? Минус пять, он бы там минус сорок тысяч лет до нашей эры, минус миллиард, чтобы еще нагляднее было. Смиривать долгосрочную положительную динамику в течение... Он решил просто, он доказывает, что первобытный коммунизм был, короче, не способен вышить. Я покажу, прямо от Рождества Христова, сука, что даже первобытный коммунизм. С одной стороны, в рыночных экономиках вроде как постоянно происходит голод, разруха, массовые смерти и прочие предвестники апокалипсиса. Правда, с другой стороны, мировой реальный ВВП на душу населения с 1950-х годов растет более чем на 2% в год. А доля людей, которые находятся в состоянии крайней бедности, упала с 40 с лишним процентов в 81-м году до 10% в 2015-м. Как же нам разрешить этот парад? Здесь я мог бы сказать, что вот это вот падение бедности, крайней бедности, исключительно заслуга одной страны, догадаюсь о какой. Ну, мне на это ответят, что это, потому что там рыночек построили, а так бы, как бы, без этого они куда-то, так что, неважно. Прохладные кул-стори про кризисы перепроизводства это соломенное чучело современной экономической системы, которую принято называть капитализмом. Пугают ими бесконечно, но при этом абсолютно все критики, которые рассказывают про массовые бедствия масштаба мировой войны и в эпоху капитализма. Искусство актерской игры такое актерское. Актер! Боже. Примеры приводят только одно и при этом весьма уникальное событие. Великую депрессию. А вот это просто, знаете, ребят, юмор для экономистов. Просто как заржать в голос, когда у тебя знания отличные от нуля? Ну, то есть до пяти посчитать умеешь. Вот этот тезис о том, что кризисов капиталистического перепроизводства не было, их вообще не бывает, что оно было только одно, потому что пример приводит один. Это просто вопиющий трындец, честно. Я мог бы сказать, источник ситуации, на 21 главу второго тома «Капиталов», в которой описывается понятие расширенного производства и простого производства. Ну и какая разница? Это про этих там, когда неважно. А вот он фон Хайка бы, да? Да-да. Вот если бы фон Хайк написал, а так? Маркс получал Нобелевку? Нет, ну подожди, с другой стороны. Может быть, Маркс в целом как бы говно, но именно этот тезис он существует нормальным. Ну, слушай, ну как бы посмотрим. Здесь, с одной стороны, я понимаю, что Баженов просто особо не копался в материальном эпохе, ему надо было этого там разоблачить. Но здесь, в принципе, это очень быстро и легко разбивается. Да, действительно, в российском экономическом таком дискурсе, да, геемония, вся херня, очень устойчиво выражение кризис перепроизводства. Но как раз, знаете, забавная тема, да, что если вы зайдете чисто в Google, да, и введете там вот этот вот термин, переведете его, ну или просто вот как вот на Википедию зайти, кризис перепроизводства на английский язык, то увидите, что там нет кризиса перепроизводства. Там есть термин overproduction. И действительно, с точки зрения экономики, overproduction, то есть просто перепроизводство, без слова кризис, это точнее. Почему? Потому что Маркс вот в этой самой главе описывает очень простое явление. Почему возникают кризисы? Потому что для того, чтобы воспроизводить, то есть расширенное производство, не простое, когда ты сам жрешь тот продукт, что произвел, да, ну на тебя произвели, а когда для того, чтобы расширить свое производство, тебе для этого надо получить ресурсы. Получить ты их можешь только одним способом, забрав у человека, который их производил. То есть вам производят машину, и для того, чтобы производить больше машин, вам надо понижать зарплаты тем, кто производит эти самые машины. В итоге возникает именно перепроизводство. Машины есть, а у людей зарплата меньше. Как здесь уже без шуток, вот этот график хорошо показывает, как это работает. Потому что внезапно, кроме кризиса Великой Депрессии, была еще и кризис 2008 года, самый недавний. И там вот как раз вот это явление очень хорошо отображено, что доходы домохозяйств падают при росте производства. В итоге что мы имеем? Мы имеем, что у нас есть куча товара, которые просто некому купить, потому что их много, а спроса нет. И оверпродакшн, то есть перепроизводство, это главное, одна из важнейших системных, да, как калькуляционный аргумент таким называют. Вот точно такой же калькуляционный аргумент, но уже в обратную сторону, против рынка, это перепроизводство. Потому что для того, чтобы экономика могла развиваться, ей нужны для этого ресурсы. Она их берет, у тех, кто их производит. В итоге мы производим больше, чем люди могут купить. Не им нужно, а чем они могут купить. В итоге получается, что машин в мире дохера, а нихера не продается, потому что спроса на них нет. В итоге там США машин куча-куча, они уже там на складах стоят, их никто не может взять. В то время как в Бангладеше люди в них очень нуждаются, ну или там в России еще где-то, а купить никто не может. Потому что деньги в одном месте, товары в другом. И они не пересекаются. Соответственно, Маркс об этом говорила. Ой, господи, Маркс, я понимаю, когда у тебя возникают вопросы, ну вообще у кого из вас, да, когда там типа про Валерстайна вопроса, который помер всего пару лет назад, про еще кого-нибудь из недавних теоретиков. Окей, да, действительно. Ну Маркс это просто такая старина, ну реально. То есть он основа современной экономики, любой. И это правда, кстати, ты экономист, помнишь этот, как его, Рогозин или кто? Говорю, что без Маркса невозможно предприятием управлять. А, не, Рогозин это же Роскосмос, он недавно что-то писал про социализм. Да, да, да. Но в любом случае, что Маркс это как раз очень четко обозначил, что это основа. Конечно, ни один кризис не будет похож на другой. Слушай, да многие американцы базируются в принципе на марксизме. Тот же самый этот Кондратьев. Кондратьев у него до сих пор экономический школа. Ладно, это немножко другое. Это отледних тем, да. Это другое. Но то, что это базовая основа рынка вообще. То есть это один из базовых дисбалансов в нем, который встроен. И в отличие от калькуляционного аргумента, который в начале видео еще мы смотрели, это реальная проблема, которую мы видим сами. Вот 2008 год, живейший пример. И ты говоришь, ну а как же экономика могла расти? Да она и растет благодаря кризисам. Потому что, опа, кризис у нас резко. Мы вынуждены цены понижать, зарплаты повышать, баланс, баланс. И это все восстанавливается. То есть рыночная экономика, это очень рывками развивается. И каждый рывок стоит человеческих жизней. Да ну, сейчас вы увидите там, конечно, что типа, не-не-не, вот при социализме все умирали, всех убивали, там еще хуже было. Но, ребят, ну серьезно, что ли? Ну это просто детский сад. Кризисы перепроизводства были, и они будут. 1930-е, 2008-е, 2023-е. Ой, спалился. Ладно, это не важно. Да вы это не слышите, подумайте, что шутка все равно. Дальше. Здесь вам объясняют конкретно, что Великая депрессия была вызвана многими факторами, с чем, опять же, мы не спорим, мы не утверждали, что был один фактор. Да я не знаю, это не про меня ролик, а просто вот он миллион раз пересказанную шнягу, это просто не про меня, где он мои-то тезисы разбирает. Да, просто... Да, давай про геймстоп скажем. Ребят, там будет разбор геймстопа, ну действительно... Сейчас с этим закончим и до него домотаем просто. Да нет, я даже не буду смотреть, я просто скажу. Там он, по сути, прав, но дело в том, что он использует информацию, которая через два месяца после моего ролика появилась по поводу преступного сговора, вот этого расследования. Это из разряда того, что Ньютон был тупой, не знал там Е равно МЦ квадрат, да, понимаете? Ну типа, ну это... Информация, которая появляется позже. То есть здесь я хочу вот насчёт этого закончить, и, в принципе, этим роликом уже можно заканчивать. Ну это говно, это просто говно. Это херня какая-то. Ты должен платить людям за то, охренеть, люди платят за то, чтобы это смотреть, а не это он им должен платить, мне кажется. Да, в любом случае. Это просто больно. Во-первых, что... Ну никто не спорил, что Великая депрессия вызована многими факторами, и в пример её приводят, просто потому что это самый известный, выдающийся пример полной жопы рынка, когда вот просто, ну вот такая жопа, что вот просто все это увидели. Это на любых графиках, собственно, видно. Как и 2008 год, тоже очень выдающее. Мы уже объяснили, в чём эта история. Я просто не понимаю, почему он делает обзор на меня, а вот в итоге я слушаю вот эту вот лекцию. Какая жалкая ферня. Мейнстримная экономика. Это грустно, это просто, это слабо, братан. А когда ты спрашиваешь, почему никто не спорил, потому что это неинтересно просто. Это одно и то же. Короче, он искал, какие мои аргументы, какие мои тезисы, разобрать и не нашёл, поэтому решил выдавать свои и разобрать. Как, собственно, делает почти каждый, на кого ты сам делаешь обзор, после обзора на тебя. Честно, мне кажется, это смотреть дальше смысл вообще не имеет, потому что здесь, ну, честно, во всём... Ну, короче, капитализм – это отлично, социализм – это худшее зло. Он невозможен, да. Глаги, дефициты, голод, смерть. Кризисы непредсказуемые, но у меня уже есть такой тезис. Да, да. А давайте вот мы не будем сейчас это смотреть, просто я вставлю вам этот отрывок потом на монтаже, извините, просто сколько там, 26 минут этого говна, для меня это перебор. Современная макроэкономика не рассматривает экономические колебания как комбинацию неких предопределённых свыше циклов разной длины. В России студенты до сих пор изучают циклы Китчина, Жугляра, Кузденца, Кондратьева, но в современной экономической науке попытки обнаружить нечто подобное были прекращены ввиду нерезультативности таких исследований. Вот всё, что прошёл, и получается, что кризисы непредсказуемые, а вопрос тогда, зачем экономистам нужны? Шоки изучать, понимаешь, да. Ну мы не можем изучить уже 200 лет. Ну шоки какие-то, там материй тупал, вот это будем изучать, а как бы экономика, она такая вся непредсказуемая. Ребята, ну честно, товарищи, друзья, знакомые. Не, подожди, экономисты нужны, чтобы им на Патреоне донатить, а не такие кризисы непредсказуемые. Да, короче, то есть сейчас, что ещё надо сказать? Нет, просто смысл деятельности человека в чём, если он такой, я не могу это предсказать. Если ты не можешь понять, как что-то устроено, где первопричина, ты не экономист. Если ты не можешь, там, я не знаю, спаять, там, я не знаю, если ты не можешь разъём питания у ноутбука перепаять, ты не ремонтник компьютерной техники. Если ты не можешь винду переустановить, то ты... Вилсаком? Та-та-тан. Да, и покупаешь её внезапно. Что это за наука? Экономика – это наука, но это и явление, да? Да, и наука. Если ты экономист, как учёный, ты должен говорить, это невозможно... Как бы, я не знаю, Архимед бы сказал про этот, про свой закон Архимеда, да, он бы такой, слушай, ну, невозможно определить, чему равна масса вытесненной воды. Да типа, это что за бред-то? Да что за бред-то? Ты не экономист, ты, получается, творожок. Я хочу заработать на ролике про либертарианство, это вообще законно. Зато знаете, где примерно в это же время был голод? Конечно, знаете. Я предлагаю вам посмотреть на график, где указаны жертвы массового голода по континентам и странам в период с 1860 по 2016 год. Но график этот я, пожалуй, оставлю без комментариев. Дальше. Из того, что голод коммунисты всегда – это очень-очень плохо, причём, опять же, рыночек и кризисы при рыночке – это другое, Великая депрессия – это другое. А когда в условиях войны, в условиях катастрофического развала в Китае во всём, люди умирают в Советском Союзе и в КНР, это вот ужас. Этого быть не может. Это сразу вина коммунистов. То есть Великая депрессия – это так вышло. Ну, понимаете, бывает такое. Да, государство, которое существовало, и никто на него не... Ну, это другое, понимаете? Так что... Ну, это как цунами, никто не мог. Да, ну, не мог, когда присказывали разные случаи. Что бывает, на Патреоне задонатьте, а так непонятно, что ждать. Ты не экономист, братан, ты метеоролог. А он, кстати, этот термин приводит, что реально, он без шуток говорит. Серьезно? Да, он говорит, что... Я, честно, этот момент вставлял, но я его не смотрел. То есть он метеоролог. Да, он говорит, что вот экономика – это вот как климат, а вот есть экономика, которая в долгие сроки что-то пытается понять, а вот есть, которая краткосрочная. А вот климат от погоды отличается, так вот экономика там... Слышь, синоптик. Ты куда полез, синоптик? Ты синоптик, это не экономист. Да, в любом случае, что в конце видео у нас там про GameStop пару слов было сказано. GameStop, да, там он прав, но типа, ну... Причем, опять же, в тезисах, которые он сам придумал. А, то есть он мне там опять что-то приписывает? Частично, да, частично, опять же. Единственное, что он ссылается на данные расследований внутренних, которые появились уже после того, как ролик был вышел, спустя месяц. То есть, ну, вообще сумасшедший дом. Уже сколько? Два, три, три прошло. Даже больше, да. Это же мы про GameStop, а, ну, про второй. Но при этом даже эти расследования абсолютно не противоречат тому, что мы там говорили. Ну, то есть, короче, вот просто в чем? Вот ты можешь в следующий раз... Я видел все, что я пишу. Прям вырежи фразы, пожалуйста. Вырежи фразы, вставь их и разбирай, чтобы твоя идиотия была видна людям. А то ты текст мой не зачитал, в итоге разбил совершенно другой аргумент. Короче, я не хочу больше на это время тратить, боже мой, в это неуважение. Я думал, что уж кандидат экономических наук меня сейчас тупого разберет. А то то программист, там, помнишь, у меня программист, там, великий ассемблер, говорит, учитель снимал. В итоге был уничтожен. Ну, кстати, обещал ответку, вот два года уже жду ответку на мою ответку, на разбор меня. То есть, что это? Ну, просто, боже мой, это смешно. Ну, это просто смешно, это идиотия. Да говоря, я не могу это говно смотреть, я пойду покурю. Всем пока. Ну, короче, про геймстоп, там вот две фразы было, два тезиса, опять же, которых нам не было, которые там приписали. Ну, какая разница, да, о том, что якобы шорт-ставки это очень плохо, и надо их запретить, да, ставки на понижение. Ну, мы этого не говорили, про то, что там что-то запрещать надо вообще не было, этот тезис был придуман. А второй тезис о том, что якобы это все изменит, и оказалось, что это неправда, что там мошенники все это устроили, ну, судя по данным расследований. Ну, а что противоречит тому ролику, о котором мы говорили, который вот записывался, да? Там было четко два тезиса о том, что люди недовольны, и они так показывают свой гнев, и два, что люди потеряют свои деньги. Там есть эта фраза, что их ничего не удастся, потому что так систему изменить нельзя. Поэтому, ребята, запомните, так систему изменить нельзя, надо смотреть вглубь. Ну, а куда именно смотреть? Ну, может, еще поговорим. Так, ну, что, все, ребятки, я сходил, пока перекурил. Подписывайтесь на Егора, у него реально очень классные материалы, мне всегда нравится смотреть. Это не просто какие-то пересказы книжек каких-то, а у него очень много новых свежих мыслей, которые я, честно говоря, из личного общения периодически подворовываю, я вам признаюсь, вы могли это в роликах слышать. Он иногда что-то рассказывает, а я такой, о, как бы прикольно. Егор, ты все равно непопулярный, я в ролике скажу, у него 2000 подписчиков, но все равно это все правда, ты же не будешь выпускать контент. Блин, ты меня так затроешь, что придется, ладно. Да нет, да ты, блядь. Вот, ладно, все, спасибо вам большое, и посмотрим, что там, по просмотрам, по лайкам, по комментариям, будете ли вы поддерживать такой интеллектуальный контент. До новых встреч!